Добрый вечер. Мы очень долго ждали этого дня и рады приветствовать вас. Сегодня у нас конференция, вторая конференция лаборатории художественной критики. Лаборатория художественной критики существует как совместный проект Винзавода и Института База. Мы начали нашу программу 1 июня этого года. У нас проходят занятия по триместрам и сейчас заканчивается второй триместр. Раз триместр мы проводим конференцию и после каждой конференции мы выпускаем бюллетень. Бюллетень мы сегодня вам представим. Главный редактор бюллетеня Анатолий Осмоловский, он скажет пару слов об этом. Конечно, хотелось бы очень, чтобы Софья Троценко что-то сказала, потому что это наш совместный проект, и так было бы приятно его слышать. Все-таки у нас такой небольшой круг, и на самом деле это очень здорово, что удалось, нам удалось такую инициативу. Только для своих вообще, так как это не открытие, да, и не какой-то официальный вечер, я должна сказать, что для нас этот проект невероятно важный, потому что мы стараемся, ну вот в прошлом году у нас был юбилей, и для нас был большой вопрос, что, собственно говоря, должно быть некая политика Винзавода на следующие, ну понятно, что на 10 лет мы планировать не можем уже, с учетом скорости изменения времени, но хотя бы на ближайшие 3-5 лет. И поняли, что вот фактически те ниши, которые мало кто еще закрывает, для нас было бы важно закрыть для развития всей системы искусства. И институт критики одна из важнейших ниш, и вообще одно из самых важных направлений, которые нам кажется, что как раз сегодня есть возможность, благодаря вот участникам процесса, которые его взялись двигать вперед, развивать и формировать по-новому. Поэтому я очень признательна всей команде, Свете, Толе, ну вот абсолютно всем, кто в этом участвует. Проект рассчитан не на один год, он, конечно, будет трансформироваться, вот, но я очень рада, что сегодня мы имеем возможность представить результат вот полугодичной работы. Спасибо. Ну и, наверное, я все-таки представлю наших участников лаборатории. Меня зовут Светлана Баскова, я руководитель лаборатории художественной критики. Анатолий Осмоловский, главный редактор журнала и бюллетеня. Борис Клюшников, арт-критик и модератор сегодняшней встречи. Егор Сафронов, требовательный преподаватель, выбивает из студентов тексты. Константин Бохоров держит основы старой школы критики. И, собственно говоря, вся команда работает на результаты. Мне кажется, просто все удачно подобрано. Также с нами была Саша Шестакова. К сожалению, она уехала на обучение во втором триместре уже в Англию. Она была с нами первый триместр. Но, тем не менее, сейчас я передам слово Анатолию Осмоловскому. Он немножко расскажет о журнале, о бюллетене художественной критики. Я думаю, что бюллетень мы еще представим в разных других точках. Может быть, это будет РГГУ или еще где-то. Мне кажется, это очень важное издание. И благодарность Диме Яковлеву, который был дизайнером этого журнала, бюллетеня, за то, что он у нас получился. Мне кажется, это, правда, большая победа. Анатолий Осмоловский, вам, пожалуйста, слово. Здравствуйте. Ну, я хотел сказать пару слов по поводу этого издания, его формата. Ну, во-первых, надо сказать, конечно, что в каком-то смысле он получился стихийно, я бы даже так сказал. Потому что изначально мы вообще не планировали издавать какое-то серьезное издание в рамках лаборатории художественной критики. Но как-то все так вот одно за другим пошло. И в итоге получилось, что все согласились, что надо делать какое-то серьезное издание. И, кроме того, к этому материалы были подобраны. Конечно, понятно, что подобного типа интеллектуальное издание, оно тоже не в вакууме возникает. И, собственно, основной вопрос, по крайней мере для меня, заключался в том, какой формат, собственно, какой вид должно иметь это издание. Ну и, в общем, пока все вместе мы пришли к следующему консенсусу, условно говоря, формату. Значит, это издание, где будут публиковаться какие-то теоретические тексты. Из этих теоретических текстов это, с одной стороны, какие-то важные, очень западные переводы, комментарии к этим переводам участников лаборатории художественной критики. Далее, тексты докладов, которые мы обрабатываем и печатаем в этом издании. И, собственно, деятельность нашей лаборатории. Наиболее удачные тексты лаборантов, которые создаются во время обучения. Ну, то есть, собственно говоря, те тексты, которые здесь печатаются лаборантов, я бы сказал, что они все очень высокого уровня, то есть, это уже не учебные тексты, это тексты, которые вполне могут восприниматься как манифесты или какие-то жесткие рецензии и так далее, и так далее. Это что касается текстовой части этого журнала. И есть еще визуальная часть, которая, собственно говоря, представляет собой проект художника. Вот первым художником выступил я в силу разных обстоятельств. Прежде всего, надо было это быстро все сделать. И у меня здесь проект, ну, собственно, вы можете это, сейчас я вам покажу какой-нибудь из, собственно, по всему изданию, значит, графика рассыпана. При этом вы должны видеть, что лист пустой. То есть, другими словами, эту графику его можно вырезать из журнала и как бы там себе, так сказать, дома повесить. У нас даже наверняка будет какое-то количество подписанных прямо график. Я так думаю, что взять и подписать с задней стороны, значит, чтобы это был почти авторский текст. Что касается этой графики, то все это называется скрепно-сигнальная война. Скрепно-сигнальная война, значит, война, собственно, скреп и сигналов. Ну, сигналы, понятно, отсылают к Злотникову, а скрепы к Путину. Ну, как бы, если говорить о каком-то визуальном основании, то основание, собственно, этого всего проекта, это, собственно говоря, борьба между... За основу взяты военные схемы штурма багратионовых флешей. И флеши в данном случае выступают в виде скреп, а войска в виде сигналов. Так, если очень все упрощать. Вот это очень важный момент, что в этом журнале будет проект художника. При этом этот проект художника, он никак не связан по смыслу с текстовой частью. То есть они, эти две части, текстовая и визуальная, разведены. То есть художник может делать все, что угодно на странице этого журнала, и он как бы автономен от самого этого журнала. То есть его произведения ничего не иллюстрируют, не выполняют инструментальную роль, там, начала каких-то новых глав, или, так сказать, новых разделов журнала. То есть художник в этом деле абсолютно свободен. Такой формат. Ну и, в общем, вы можете увидеть, что дизайн тоже довольно необычный, потому что мы решили сделать очень большой кегль. Да, название. Название у нас термит. Термит — это тот, кто выгрызает все до трухи. Чем, собственно говоря, критикой должна настоящая заниматься. Все, давайте про журнал мы закончим. Сейчас мы начинаем конференцию. Модератором выступит Борис Клюшников, потом будет Анатолий Осмоловский читать доклад, потом будет Борис Клюшников читать доклад, Константин Бохоров и Егор Сафронов. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Очень рад вас видеть. И сегодня я хочу обсудить то, что станет основой для второго номера бюллетеня. Это тема, связанная с контекстом консервативного поворота и тем, как искусство связывается с идеологией, и идеология связывается с искусством и эстетикой. И в первый номер я, в частности, подготовил перевод с Никитой Сазоновым текста Алена Бадью, который назывался «Субъект искусства», где Ален Бадью пишет о том, что искусство способно создавать нового субъекта, который отличается от фундаменталистского, с одной стороны, и с другой стороны противостоит субъекту либеральной демократии, субъекту полного такого тела, которое сводится полностью к телесности. И это было началом нашего такого долгого обсуждения дебатов, которые сегодня в современном искусстве снова актуальны. Это дебаты по поводу фашизма, по поводу теории фашизма и по поводу противостояния, собственно, вот этим фашистствующим тенденциям. И, на самом деле, когда я думал об этой теме, я всегда вспоминал такой программный текст Вальтера Беннимина о произведении искусства в эпоху технической воспроизводимости, где есть очень важная часть о фашизме, которая связывает фашизм с техническим прогрессом и ставит политические процессы в некоторые связки с технологией. И сегодня мы как раз видим то, что некоторые называют цифровой революцией, кто-то говорит о технологической революции. И мы видим, что эта технологическая революция не сопровождается прогрессивными социальными изменениями, что создает как раз новый контекст для консерваторов, для реакционеров. И, безусловно, искусство, и сегодняшние доклады будут этому посвящены, занимает центральное положение в этих вопросах, в вопросах идеологии, в вопросах борьбы, в вопросах отношения разных идеологий, в поле технологической вот этой революции. Хочу представить первый доклад Анатолия Осмоловского. И давайте начнем. Ну, мой доклад будет посвящен постановке вопроса, потому что на самом деле вопрос о реакционном искусстве, о правом искусстве, он на самом деле чрезвычайно сложный. И вот вы сейчас видите схему. Ну, схема, собственно, представляет собой самое простое разделение. Разделение внутри интенций, с одной стороны, самого произведения и реакции зрителей. Значит, художник. Что такое художник? Художник – это, собственно, его убеждение. У художника есть какие-то убеждения политические. Что такое произведение? Произведение – это то, что художник делает, его внешний вид, его интенция этого произведения, его идея основная, то, на какую чашу весов это произведение хотело бы лечь. И, наконец, эффект. Эффект – это то, что, собственно говоря, возникает от контакта со зрителем, потому что произведение искусства, конечно же, имеет отношение с зрителями. И совершенно часто бывает такой вариант, что художник хотел сказать одно, а получилось у него совершенно другое. И, собственно, я хотел бы сейчас… Мой доклад вообще будет не столько теоретический, сколько показывать вам различные примеры того, каким странным образом искусство возникает, переплетается в социальности и в реакции на него. Потом я, может быть, в конце прокомментирую несколькими теоретическими высказываниями. Но тоже хотел бы здесь сказать, что, в общем, разбираться, когда я стал разбираться в этом вопросе, то стало мне понятно, что ничего не понятно. Ну, давайте, может быть, мы включим, например, номер 10. Вот вы видите произведение искусства художника Нольде, известного немецкого экспрессиониста. Это произведение было центральным произведением искусства на выставке «Дегенеративное искусство». Ну, одним из центральных, можно сказать, даже, можно сказать, центральное, потому что такая вот тематика, в общем, очень пафосная, да, распятие Христа. При этом мало кто знает, что Нольде был членом национал-социалистической партии Германии. При этом он вошел в эту партию до того, как Гитлер пришел к власти. И, то есть, он был полностью и целиком убежденным национал-социалистом. При этом он создавал вот такое вот искусство, которое было нацистами, определено как дегенеративное. Эта работа была выставлена на, как я уже сказал, на выставке «Дегенеративное искусство». Эта выставка ездила по Германии. Потом часть произведений, значит, были сожжены. И надо сказать, что с 42-го года Нольде был вынужден свои произведения прямо вот реально закапывать в землю. То есть он их делал и закапывал в землю, потому что нельзя было их ни показывать, ни тем более даже говорить, что они у него, так сказать, существуют в мастерской. Также он принял участие на выставке документа, причем три раза, первый, второй и третий. А вы знаете, что выставка документа, это был такой манифест послевоенного, собственно, деноцификации Германии. То есть это был в каком-то смысле такой важный политическо-культурный жест. Вот один из примеров. Пример, когда убеждения и взгляды человека совершенно не соответствуют результату. Давайте посмотрим теперь номер четыре. Это кадры из фильма «Кольцо небелунгов» Фрица Ланга. Фильм, который был снят в 20-е годы, в 28-м или 29-м году. Сам Фринц Ланг был на какое-то количество процентов евреем, но это был самый любимый фильм Гитлера. Настолько любимый, что Фринц Ланг, когда пришел к власти Гитлер, как вы понимаете, уехал из Германии, эмигрировал. Гитлер писал ему письма и говорил, что я прощу, что вы там еврей на какое-то количество процентов. Главное, значит, возвращайтесь в Германию и работайте на, так сказать, великую Германию. Я советую вам этот фильм посмотреть, хотя надо сказать, что он очень длинный, там, два с половиной часа. В свое время это был блокбастер. Ну, то есть это фильм, что-то типа, наверное, по эффекту, который он создавал, наверняка можно его сравнить, скажем, с каким-нибудь фильмом голливудским, современным, типа «Аватара». да, то есть это гигантские массовые сцены, там, огромное количество всякой бутафории и прочее, прочее. Вот сейчас, конечно, смотреть его очень тяжело. То есть вот эти два с половиной часа вы вряд ли, может быть, даже и вытянете. Понятно, что фильм этот немой, да, то есть там нету звука или звуком является только музыка. Но при всем при этом, в общем, действительно можно совершенно четко ощутить, что арийский, так сказать, дух в этом фильме, что называется, царствует. Ну, основная, собственно говоря, идея этого фильма, если вы знаете, это легенда о племени небелунгов, которые борются с гуннами. Вот гунны в этом фильме показаны как какие-то невероятно многочисленные евреи, причем действительно там люди гармировали, как бы так вот, даже достаточно похоже. И вот, собственно, эти небелунги погибают в, значит, борьбе с этими несусветными ордами кочевников-евреев, что, в общем, как бы странно, да. Но при этом автор этого фильма был, если не антифашистом, то совершенно не имел никаких таких взглядов. Однако фильм этот, попав в контекст публичности, стал и до сих пор, наверное, сохраняет вот этот вот смысл и дух нацизма. Давайте посмотрим теперь номер 9. Вот вам другой пример. Это фотография Сиды Вишеза, а именно одного из лидеров группы Sex Pistols, собственно, группы, которая стояла в основании панк-рока. Мы знаем, что панк-рок довольно сложно называть правым или тем более нацистским или фашистским искусством. Ну, в общем, панк-рок это что-то такое... Вообще панк, если переводить это со сленга английского, это что-то типа грязный, гнилой, да, там, так сказать, незначительный. И понятно, что подобного типа... Подобного типа определения к нацизму, в общем, имеют очень отдаленное отношение. Нацизм или фашизм — это что-то сильное, это мужчина-защитник, женщина, значит... Ну, это я сейчас практически цитирую сайт Евразийского союза молодежи, который делал Беляев Гентофт. Я как раз прочитал перед сегодняшним выступлением. Там есть просто прекрасный манифест, где, собственно, перечислены все основные виды, как себя, собственно, должен подавать настоящий нацист, фашист, это белый господин, который владеет землей, который, значит, стоит твердо на ногах на этой земле, это его земля, он должен перманентно расширяться и так далее, и так далее. В общем, короче, все эти прилагательные, все эти прекрасные идеи к панк-року, как вы понимаете, отношения никакого не имеют. Однако, знаменитый кадр из фильма The Great Rock Roll Swingle, где Сид Вишес идет вот в такой майке, значит, по еврейскому кварталу, и, значит, машет там ножом. Ну, в общем, короче, был гигантский скандал. Скандал этот был связан с тем, что эта нацистская символика была употреблена как вид скандала, как вид некоторого отчуждения, значит, этого панка от окружающего политического консенсуса. И здесь тоже возникает вопрос, а вот этот жест сам по себе, он вообще какую выполняет роль, да, так сказать, есть ли в этом жесте элемент нацистского или фашистского правого подхода к взаимодействию, так сказать, с обществом. Давайте посмотрим теперь номер три. Это всем известный, ну, не всем, конечно, но, я думаю, что всем, кто учится в базе, известный проект, реализованный проект Ханса Хааки. Ну, для того, кто не в курсе, скажу пару слов. Значит, собственно, этот проект состоял в следующем. Когда нацисты объединились с Австрией, они поставили стеллу, это вы можете видеть в левом от вас нижнем углу. Стеллу, я просто не помню, почему она, наверное, на объединению, воссоединению Австрии с Германией была посвящена. Когда нацистов разбили, на этом месте, стеллу это снесли, и на этом месте поставили памятник, посвященный, собственно говоря, погибшим людям в Австрии, Второй мировой войне, в канцлагерях замученными. Это вы можете видеть справа от вас, в нижнем углу. Справа в нижнем углу. И вот в 88-м году на выставку пригласили Старий Шехерпс. Если вы знаете, такой фестиваль в Граце происходит. Недавно его Катя Дегусь курировала. Значит, вот и когда тогда этот фестиваль начинался, был приглашен художник Ханс Хааки, художник немецкого происхождения, но живущий в Соединенных Штатах Америки. И это художник радикально левых взглядов. Собственно говоря, антифашист. То есть о нем можно даже сказать, что он революция антифашистов. Что он сделал? Он заметил, что вот этот вот обелиск, поставленный в память о погибших во Второй мировой войне людях, такого же размера по высоте, как и обелиск нацистов. И он, собственно говоря, задрапировал этот антифашистский монумент, восстановив нацистский обелиск с всей нацистской символикой. И, наконец, когда произошло открытие выставки, выбежали какие-то люди, которые подожгли этот памятник восстановленный и, собственно говоря, его разрушили. Казалось бы, здесь все как бы очевидно. Ну, то есть очевидно, что это все, так сказать, антифашистская, так сказать, критическая акция. Однако, согласитесь, что в ней существует огромное количество парадоксальных моментов. Парадоксальность заключается, начинается с того момента, что Хааки утверждает, что, ну, собственно, хотел он этим проектом утвердить, что фашизм в Германии не закончился. Фашизм в Германии существует. Да, в 1988 году он это заявляет. Соответственно, вышли люди, увидели, что восстановлен памятник нацистской Германии. И что эти люди делают? Они уничтожают этот памятник. А что такое уничтожение памятника? Ну, это, в принципе, тоже ведь фашистское действие. Да, то есть можно сказать, что эти люди, будучи антифашистами, которым чрезвычайно не понравился обелиск восстановленный, в качестве протеста уничтожают этот обелиск. Но таким образом они уничтожают и работу Ханса Хааки. И если мы, так сказать, немножко углубимся в анализ всего этого происшествия, то у нас, мы тоже, в общем, находимся в какой-то ситуации немножко неясной, где, собственно говоря, здесь подлинные смыслы, подлинные высказывания. И какой эффект создала эта работа в отношении между художником, зрителем или там системой искусства и публикой. Давайте посмотрим, уже заканчиваю уже. Давайте посмотрим номер восемь. Не знаю, видно вам или нет. Вот я, собственно, хотел вас обратить внимание на верхнее изображение. Это проект медицинской герминевтики. Это кошечка такая вот, на которой на лапке, значит, размещена свастика, немецкая свастика. Которая обычно одевалась у членов СС. Я не знаю, видно здесь или нет. Видно эту свастику? Вот она, да. Вот, видите, да? Вот, собственно говоря, да. Это очень важный, на самом деле, объект, потому что в московском концептуализме в конце 80-х годов и, собственно, вообще все 90-е годы свастика и фашистская эстетика тоже была очень важным элементом, скажем, работы с ней. При этом, что мы, собственно, наблюдаем в этом объекте? Мы наблюдаем, что свастика появляется на каком-то умилительном, так сказать, в каком-то умилительном контексте. То есть свастика лишается своего, ну, такого, как бы негативного, агрессивного, собственно говоря, смысла. А агрессивный смысл подчеркивается, да, в этом знаке еще и потому, что здесь происходит манипулирование тремя цветами, значит, там, черным, белым и красным. Все это, в общем, сделано в такой довольно агрессивной плакатной манере. И вот это появляется на таком несчастном, так сказать, приятном котенке. Какой эффект создает эта свастика? Какой она выполняет роль в публичной среде? Давайте посмотрим следующий объект Паши Пепперштейна уже, номер 7. Где? Вот он. Вот, например, еще такая работа. Это уже работа Паши Пепперштейна. Здравствуйте, дети. Несколько слов скажу про… Это был сделан целый календарь, в котором приняли участие как раз московские концептуалисты. Там был и Константин Звездочетов, ну, в общем, все там, и Макаревичи, там, и, так сказать, не помню кто там. Основные художники. В частности, вот и Павел Пепперштейн, это работа «Здравствуйте, дети», где тоже, собственно говоря, нацизм, нацистская эстетика проникает как бы в общественное обсуждение в виде такого, ну, как сказать, элемента, я бы так назвал, развлечения, да, или какого-то незначительного, неопасного объекта. Объекта, да, то есть окруженного детьми. Ну, и давайте посмотрим еще два изображения. Я уже буду завершать, потом я скажу пару слов еще. Давайте посмотрим номер шесть. Это перформанс художника, немецкого художника, тоже очень модного в 90-е годы, Джонатана Мезе. Тоже вы, наверное, знаете, что Джонатан Мезе как бы работает с нацистской символикой, но в то же время мы видим, что свастика изображена на неком инопланетянине, да, то есть какой-то элемент иронии, да, или может даже не иронии, а как бы такого безумия, да, во всем этом явно присутствует. Ну, и последнего, последнюю картинку я вам покажу, номер пять. Вот, я ее отбирал довольно долго. Это Беляев Гентофт. Уже, надо сказать, цитировал я его, значит, некоторые идеи, мысли с его сайта. Да, все вы его знаете, с этим персонажем связан скандал, который, по-моему, здесь и произошел, да. Но что я хочу сказать, что я вот нашел довольно комичное, надо сказать, довольно комичное изображение. Видите, орлы, в руках у них колосья, и они маршируют по Красной площади. Вообще-то, ну, как сказать, это какая-то анекдотическое, можно сказать, изображение, да, то есть при этом Беляев Гентофт занимает радикальную позицию, так сказать, радикально такую националистическую жесткую позицию. Это, вообще-то, анекдотическое изображение. Вот, какие-то орлы какие-то, посмотрите, самое смешное, что у них ноги, вот, как бы, так сказать, в правом нижнем углу, да, так сказать, ноги этих орлов в сапогах каких-то, да, так сказать, в общем, довольно смешное изображение, да. И опять мы видим какое-то ненормальное сочетание, а именно пафосная позиция порождает довольно анекдотические, да, можно сказать, постмодернистские, ироничные, так сказать, артефакты, которые в то же время не воспринимаются этим художником как ироничные или анекдотические. Ну вот, собственно, я такие примеры привел. На самом деле, примеров, может быть, еще больше. Я всего лишь хотел сказать, что вот эти отношения между обществом, художником и произведением чрезвычайно сложны. И мне кажется, что в каждом конкретном моменте это надо довольно серьезно и глубоко разбирать. Выяснять в каждом конкретном моменте, какой эффект эти произведения в той или иной социальной ситуации оказывают. Ну и что еще, конечно, необходимо сказать, что в 90-е годы была чрезвычайно востребована философия Желедельоза и Феликса Гаватари. А что, собственно говоря, в этой доктрине, в этой философии является одним из важнейших методологических моментов. Дельоза и Феликса Гаватари утверждают, что, собственно говоря, есть, что фашизм, по их мнению, располагается в унифицированности, в унификации, иерархизации. И если мы будем проводить эту мысль достаточно последовательно, то получается парадоксальное высказывание. Фашизм там возникает, где нет фашизма. Потому что если унификация отменяется, и главным принципом становится смешение всех различных кодов, как они говорят, то в этой смеси должно появляться и элемент нацистской символики и нацистского типа мышления, обращения к реальности. Собственно говоря, вот в этой постмодернистской, деерархизированной массе знаков появляется свастика, и через эту свастику дальше появляется реальное политическое отношение к окружающей действительности. Собственно говоря, вот этот вот котеночек с свастикой на рукаве, вернее на лапе, вот он, наверное, таким образом, так сказать, и появляется через делезианское отношение, смешение всех кодов и знаков. Но, повторяю, что это все, то, что я сейчас вам рассказал и показал, это всего лишь вопросы к обсуждению, в том числе и сегодня, потому что я ничего здесь утверждать бы не стал. Спасибо. Ну, я думаю, нам нужно после каждого доклада пару вопросов задать, пять минут буквально, да, мы не будем переносить это в конец обсуждения, чтобы были свежие какие-то мысли, свежие реакции. Есть ли у кого вопросы или какие-то комментарии по поводу сообщения, Анатолия? Толь, правильно я понимаю, что важно то, что появляется после появления произведения, правильно? Ну, нет, мне кажется, что здесь несколько этапов. С одной стороны, замысел автора, с другой стороны, произведение, и, наконец, встреча произведения со зрителем. Это же тоже очень важный момент, потому что художник может быть ярым, так сказать, нацистом, создающий нацистское произведение искусства, и вдруг это нацистское произведение искусства становится анекдотом. Все смеются над ним, да? Ну, например, это вариант Беляева. Либо, наоборот, человек является нацистом, он создает абсолютно антинацистское произведение, да, и становится просто посмешищем в глазах нацистов. Это, так сказать, даже не посмешищем, а страшным персонажем. Это вот история Снольде, да, который потом становится, значит, участником выставки документа, в три раза принимал участие на этой выставке. То есть, другими словами, мне кажется, что не бывает изначально какого-то фашистского искусства, что оно в такие сложные констелляции входит с социальностью, со зрителем и, собственно, самим художником, что каждый раз нужно заново, так сказать, это дело анализировать и иметь какое-то специальное мнение по этому поводу. Вот, собственно говоря. А, во-первых, будет обсуждение потом, я так понимаю, да, чтобы счастье в это не пускаться, тогда только вопрос. Что это значит? Я задаю вопросы, а на самом деле все очень сложно, и я не могу ничего сказать, что это вдруг за релятивистская позиция на тебя абсолютно не похоже. Вроде ты всю жизнь занимался жесткими и ясными стейтментами, теперь привел кучу примеров, один ярче другого, спасибо большое, потому что это важнейшее, но одна из важнейших тем, которые мы, кстати, обсуждали там последние уже почти 30 лет, и она не потеряла своей актуальности, а только жестче и важнее становится. И вдруг ты говоришь, что вопросы вопросы, а сказать мне по сути нечего. Ну, вы знаете, я честно вам признался, да, скажем так, я признался честно, я стал углубляться чуть-чуть в эту, так сказать, всю проблематику и не знаю, вот не знаю, как реагировать. Может быть ты поможешь, вот как раз, да, во время обсуждения, потому что я еще нам не все показал примеры, но в принципе, так сказать, есть еще здесь не показан пример итальянского футуризма, да, который вообще изначально был фашистским. И, в общем, здесь тоже про футуризм вроде как нет никаких вопросов, да, это было движение искусства, которое с самого начала себя позиционировало как фашистское национальное за смерть, за войну там и все такое. Повторяю, у меня, скажем так, существует большой вопрос, вообще может ли искусство быть в принципе правым или фашистским? Вот какой вопрос, на самом деле, у меня, так сказать, стоит. И я этот вопрос ставлю и для себя, и для аудитории, потому что я не знаю, как ответить. В юности я, так сказать, был довольно просто реагировал. Если свастика есть, ну, значит, все, отстой, и вообще, как бы, мы не смотрим на это, так сказать, не читаем, никаким образом не реагируем. Но вот я вам показал разные примеры, где эта свастика разные совершенно роли выполняет. Короче, вопросы. Да, спасибо. И я перейду к своему сообщению. Оно носит название «неореакция в современном искусстве», «неореакция и современное искусство». И действительно, мы с Анатолием и вот с нашей группой обсуждали этот мотив, который прозвучал вот в конце сообщения Анатолия. Это особое влияние долезианства, да, на контекст 90-х годов. И из этого контекста возникает так называемое мрачное долезианство или темное долезианство, которое действительно коллапсирует в то, что сегодня уже несколько лет, там, с 2012-го, с 2013-го года, носит название «неореакция». И я хотел бы, ну, как-то разъяснить, что это значит и каким образом «неореакция» по-новому ставит вопросы в соотношении современного искусства и идеологии. При этом есть какие-то последнего рода события, которые переменили абсолютно вот эту карту соотношений. Но для начала я хочу пару слов сказать о таких больших проектах, которые идут сегодня и за которыми можно следить. И эти проекты как раз вызваны желанием осмыслить вот эту тему. И вот этот проект как раз вот в Германии «Наши маленькие фашизмы» в сентябре 2018-го года он стартовал, его курировала Екатерина Деготь. И мы как раз про котика говорили, что этот котик Пепперштейна мог бы быть такой иконой вот этого разговора «Наши маленькие фашизмы». И если вы посмотрите какую-то документацию, вы увидите, что художники пытаются вообще поставить вопрос о фашизме сегодня и как на него можно реагировать. Потому что если мы говорим о неореакции, которая сама по себе является реакцией, то как мы можем реагировать на неореакцию? Не является ли этот подход в некотором смысле сам реактивным? И я очень рекомендую всем ознакомиться с YouTube-платформой, которая в этом проекте играет такую важнейшую роль. Чрезвычайно огромное количество интересных лекций, токов по поводу искусства и нового понимания фашизма после событий, после вот этих популистских выступлений политиков, после обострения вот этой повестки консервативного поворота в Европе, ну по всему миру мы можем даже сказать. Другой я бы отметил проект, который поднимал очень интересную дискуссию на эту тему, это проект Марии Линд в институции Тенста Констхаль, который назывался «Искусство и слово на F», «Art and the F-word», и он был посвящен как раз процессам, связанным с такими коричневыми движениями в Европе, и какую роль художник занимает в этом переосмыслении. И другой важнейший проект, тоже который очерчивает эту проблематику, идет с 2017 года по 2020 год. То есть это очень длительный проект, именно интеллектуальный, запущенный в Basis for Actuelle Kunst в Утрихте, и он называется «Перспективой нон-фашистского существования», в котором выделяется вот этот термин «non-fascist», и он как раз пытается не дать реакцию на фашизм, а построить совершенно другой тип функционирования в обществе, который бы не ввязывался в борьбу, но предлагал альтернативные способы существования, в том числе для искусства. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И вот как раз сейчас, в данный момент идет выставка Forensic Architecture в формате вот этой выставки «Basis for Actuelle Kunst». И вообще сам ответ Forensic Architecture группы, он, на мой взгляд, очень интересен. Они обращаются к произведению искусства как к особого рода доказательству, как к особого рода документальности. И до этого, в 90-е, даже в 2000-е годы, под влиянием Криса Маркера, под влиянием других режиссеров-документалистов, мы имели поворот к фикциональности, когда документальность растворялась в фиктивном, растворялась в разговоре о воображаемом. И сегодня, я это еще покажу, этот подход, на мой взгляд, как раз нельзя использовать, потому что он оказывается близок к неореакционной программе. Вместо этого Forensic Architecture использует произведение искусства, чтобы доказать факты. То есть появляется новый поворот к фактичности, что на самом деле не все фейк-ньюс, не все можно подстроить, не все через воображение работает, но мы через искусство можем доказать какие-то реальные факты. И переводится Forensic Architecture как судебная архитектура. И вот этот проект, который я выбрал, он посвящен убийству в Греции, которое произошло, греческого рэпера. И здесь Forensic Architecture анализирует звуковые файлы, которые связаны с музыкой этого рэпера и с какими-то записями, которые помогут дать этому делу какую-то огласку, с одной стороны, потому что здесь используется современное искусство как фактически публичная площадка для освещения убийства, как в данном случае. И с другой стороны, здесь произведение искусства реально может что-то доказать. То есть оно построено на фактах или на новой ситуации возможности прогрессивного конструирования этих фактов. И на эту тему я очень советую посмотреть критика Эрику Балсом и ее текст, расположенный на платформе EFLAX, Reality Based Community. Он называется. То есть сообщество, построенное на принципе реальности. То есть мы уже не говорим о фикциональности документалистики, мы не смешиваем факты и воображаем, как это было модно, ну, например, для Atlas Group в 90-е годы, а мы пытаемся создать некоторую реальную основу, пусть даже это кажется каким-то авантюрным проектом после вот этого постмодернистского поворота. Вот. Следующий слайд, можно, пожалуйста. Другой проект, очень интересный. У меня тоже, так мы не сговаривали с Анатолием, у меня тоже современные произведения. Это проект чрезвычайно важного, как мне кажется, художника Зака Бласа. Проект носит название «Контра-интернет». То есть как бы в этом проекте Зак Блас говорит, что интернета на самом деле не существует. То есть это идеология, интернет — это идеология. И в своих работах, начиная с 2014 года, он вскрывает вот эту идеологическую природу интернета. И перед вами инсталляция, которая называется «Джубили 2033» 2017-2018 года. Сейчас она активно выставляется на разных выставках. И она берет за основу следующий сюжет. В общем, Айн Рент принимает ЛСД и отправляется в будущее, где ее проводят по Силиконовой долине. 2033, вот, 2033 года. И вначале она говорит, вот, коммунизм там должен исчезнуть, значит, ничего невозможно. Вот капитализм — это вот настоящая тема. И ее проводят потом по Силиконовой долине, где горит Facebook, в общем, где вот такой панк происходит. Естественно, это отсылка к фильму «Юбилей», где та же процедура происходила с королевой Британией, которая в будущем увидела последствия своих политических действий. И, в общем, в такой вот экскурсии Айн Рент, собственно, сталкивается с действительностью. Там есть очень интересный кадр, там есть такая пиньята Питера Тиля. И люди бьют эту пиньяту Питера Тиля перед таким вот, ну, на такой площади. И здесь как раз используется вот это воображаемое и фикциональное для того, чтобы на самом деле критиковать идеологию, которая сейчас очень популярна в Силиконовой долине. Это такой анархокапитализм, построенный вокруг популярности Айн Рент, и смешанный с различными, я бы даже сказал, верованиями в интернет и технический прогресс. И поэтому в 2014 году появляется, ну, все больше начинает говорить о неореакции. И я хочу определить сам этот термин. Он ничего общего не имеет с тем, что раньше существовало. Почему? Потому что кто такие реакционеры? Реакционеры, в отличие от консерваторов, это не те, кто хотят задержать современное положение вещей таким, какое оно есть. Они хотят предыдущего. То есть они хотят, условно говоря, политически устранить демократию. То есть демократия должна быть уничтожена. Но откуда здесь появляются? Это просто реакционеры. Они хотят демонтажа проекта просвещения, проекта демократического. Но что значит неореакция? И неореакция означает на самом деле то, что вот этот демонтаж демократического невозможен через простое возвращение к предыдущему, например, к монархии. Вот это простое возвращение не может осуществиться. Поэтому реакционеры должны изобрести новые способы вернуться назад. И главный теоретик неореакции Ник Ланд. Вообще есть три человека, которые вот в таком дружном кружке организовали вот это понимание. Это айтишник и программист Менсус Мольдбак в своем блоге. Питер Тиль, предприниматель, создатель PayPal, ну то есть большой предприниматель, который поддерживал Трампа, ну и продолжает, насколько я знаю, поддерживать его. И вот философ Ник Ланд, который после амфетаминового такого брейкдауна уехал в Китай и там, собственно, начал писать такие посты в блоге по поводу темного просвещения. И вот основной текст неореакционеров называется The Dark Enlightenment, темное просвещение. И в нем, собственно, если, ну это очень тяжко читать на самом деле, но если вы когда-нибудь прочитаете, то вы увидите, что там полностью восстанавливаются фашистские представления. Начиная от Евгеники о том, что людей нужно как бы выводить каким-то образом на основе IQ, то есть IQ можно измерять и так далее. Затем они хотят избрать того, то, что они называют монарх-предприниматель. Мы можем представить себе Илона Маска, которому отдается абсолютная власть. Следующая тема, которая важна для неореакционеров, это, собственно, так называемый white exodus, то есть белый исход, когда капитализм должен породить разрыв между высшими элитами и простыми людьми. И вот эти высшие элиты, непосредственно белые айтишники, которые владеют капиталом в Силиконовой долине, они должны отправиться в космос и оставить здесь всех остальных. Интересный есть заход по поводу environment, катастрофы окружающей среды. Для Питера Тили, он об этом говорит, окружающая среда и ее разрушение означают, на самом деле, выход из зоны комфорта. То есть вот это разрушение должно подтолкнуть людей к каким-то конкурентным действиям, и они должны улететь на корабле в космос. Это позволит освоить новый капиталистический фронтир и освоить космос. И что здесь бросается в глаза? Что отличает неореакционеров от обычных консерваторов или просто реакционеров? Это их особая вера в технологию и интернет, это их вера в технический прогресс, их теория технологической сингулярности и искусственный интеллект, которые возрождают самые допросвещенческие парадигмы. И разговор о неореакции в поле искусства и эстетики как раз разделяется на два. То есть мы можем говорить, что неореакция уже вырабатывает собственную эстетику, и эта эстетика сетевая, мемная эстетика, но в ней есть очень интересная такая парадигма. Эта парадигма связана с Лавкрафтом и с его представлением о водных тварях, о разных осьминогах и так далее. Например, вот этот искусственный интеллект, который призван захватить мир, они называют Василиском. Там есть еще Левиафаны, то есть разные монстры. И главным, конечно, мемом неореакционеров является лягушонок Пепе, который тоже принадлежит вот этой водной стихии. И лягушонок Пепе — это египетский бог Кек, который представитель мрачного царства мертвых. И у Николанда есть текст по поводу лягушонка Пепе, в котором он говорит, что на самом деле Дональд Трамп, это не Дональд Трамп, а это бог Кек, который правит, собственно, миром и захватывает мир. И здесь возникает ситуация, когда мемы напрямую связываются с мифологическими представлениями, объединяются с ними, и возникает такая вера в такое язычество, абсолютное язычество. И, собственно, несложно заметить, что вот эта эстетика, которую мы можем определить как эстетика отвращения к водным каким-то процессам, к ликвидити, то, что называется ликвидити, она была свойственна также и фашистам. То есть это некоторое мизогеническое желание преодолеть вот это подводное. и, с другой стороны, страх перед таким мифологическими и подводными сюжетами, что влияет на эстетику прямым способом. Например, есть такая, ну, сейчас она недавно вышла, книга неореакционеров, «Василиск», где, собственно, лягушонок Пепе на Василиске, собственно, изображен, и эта тематика, ну, появляется все чаще и чаще, циркулирует. Но это эстетический такой аспект, который был лучше всего проанализирован критиком. Вот я думаю, что в бюллетень следующий мы переведем ее. Это Анна Тейшейра Пинто, Анна Тейшейра Пинто, и она как раз основной акцент ставит на этой эстетике неореакционеров. Но меня будет интересовать другой сейчас аспект, это особая связь неореакции и того, что мы называем постинтернет. То есть не случайно неореакционеры берут за основу постинтернет эстетику и с этим связано несколько других таких важных событий. Можно следующий слайд? Это галерея LD50 в Лондоне. Это проект 2016 года. Собственно, типичный проект такой вот галереи, которая на самом деле напрямую была связана с неореакцией и искусством. Дело в том, что LD50 это такое вещество химическое, которое отравляет половину рабочей группы, которая принимает это вещество. То есть интересным образом это намекает на естественный отбор, на какое-то биологизаторство, так или иначе. И они стали соединять вот эти текстуры, интернет-текстуры, мифы разного рода, эзотерику, там New Age, Алистера Кроули в таком вот супе с такой вот постинтернет эстетикой. И если мы посмотрим на Зака Бласа, который, ну не будем возвращаться, я думаю, вы помните, Зак Блас использует эту эстетику, чтобы говорить об этих вещах. То есть он в своих работах ставит проблему неореакции и пытается как-то диалектизировать их язык, то есть столкнуть их образы и их эстетику, такую текстурную, с нарративом определенным, с определенным критическим нарративом. Но вот этот проект Джона Рассела и Джои Холдер, он на самом деле построен на эстетизации. В нем как раз начинает отсутствовать вот этот критический нарратив и особое ощущение, вот можно тоже следующий, и особое вот это такое ощущение смешения на уровне интернет текстур и определенная вот такая эстетическая ликвидити, оно здесь как раз выходит на первый план. И я не случайно упомянул эту галерею LD50, потому что в ней был скандал, собственно, который я как раз считаю, что он изменил наше отношение к современному искусству в вопросах неореакции. Была, собственно, выставка в LD50, которая была про-трамповская, и там художники, постинтернет-художники использовали мемы, связанные с Трампом, вот эту постинтернет-эстетику, и туда должны были приехать самые вот эти вот гики, да, неореакционные, то есть Ник Лэнд, там, и вот все. И возник процесс, можно следующий слайд? А, нет, предыдущий, предыдущий, ладно. Возник процесс SDLD, да, то есть закрытие, бойкот и закрытие этой галереи, и это привело к таким социальным протестам и обсуждению в поле искусства, того, как неореакционеры себя проявляют. И дело в том, вот как раз Анатолий это показывал, что они выдают себя за ироничных, то есть когда они дают какой-то проект, они говорят, это не проект, а Трамп, это вот ирония, мы просто освобождаем символы, мы освобождаем знаки, но на самом деле, в итоге оказывается, что они серьезно поддерживают Трампа. И это очень важный язык, короче говоря, неореакционеров, это язык радикальной иронии, которая обращается затем в нечто серьезное. То есть под иронической маской вот в эту либерально-демократическую ситуацию проникают, собственно, довольно серьезные фашистские высказывания. И связано это с тем, что мы можем назвать некоторой оборотной стороной политики идентичности в либеральной демократии. И философ Франко Берарди Бифо недавно в связи с неореакцией переосмыслил само понятие фашизма. Он говорит, что мы должны по-новому понять фашизм. Что такое фашизм? Говорит Франко Берарди Бифо. Фашизм это ситуация, когда право голоса имеют только те, у кого есть идентичность. То есть если ты выбрал свою идентичность, на вот этом рынке идентичности так или иначе, то ты политический субъект, ты можешь высказываться. Но если у тебя нет идентичности, то есть ты не вписался в эту аватары соцсетей, не определил себя как identity, то у тебя нет права голоса. И фашизм здесь в том числе ретроактивно, в том числе и немецкий национал-социализм переосмысляется как раса понимается теперь как identity определенное. И если ты обладаешь этой identity, у тебя есть политика. Если ты не обладаешь identity, то ты не имеешь права голоса. Поэтому Франко Берарди Бифа говорит, что основной пункт, который должен появиться в левой повестке, это пункт о том, что мы должны иметь право голоса, мы должны иметь доступ к политике без идентичности. то есть мы должны быть никем и тем не менее мы должны иметь право говорить. И это то, что появляется в ксенофеминистском манифесте, который рефлексирует эту ситуацию. Один из пунктов ксенофеминистского манифеста говорит, отстаивайте свое право быть никем. Будучи никем, вы все равно можете говорить. И почему здесь важна эта политика идентичности? Потому что как только случился наезд на лд-50 галерею, неореакционеры сказали, а как же так? У нас же либеральное общество, у нас же свобода слова, у нас же искусство, мы можем делать все что угодно, вот у нас такая идентичность, мы поддерживаем. То есть их оправдание всегда сводится к уже существующей политике идентичности и фактически переворачивает ее, то есть доводит ее до определенного предела. И здесь я хочу как раз сказать о очень важной методологической части, что нам это позволяет знать о фашизме, а именно то, что фашизм является вариантом развития капитализма. Можно несколько слайдов? Вот я скажу, еще, 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 вот. В общем, фашизм не является отдельной политической системой, он не является отдельной политической системой, и вот в этой статье левый критик Амир Самин, статья называется «Возвращение фашизма в современном капитализме», но я не буду все это зачитывать, я просто скажу. Два пункта. Первый пункт. Фашизм является особой мерой в капитализме, то есть когда капитализм доходит до определенного кризиса, ему нужно что-то сделать, как такой последний жест отчаяния. Этот последний жест заключается в демонтаже демократии и переходу к монополии, к власти капиталистической монополии. Поэтому фашизм является не чем-то противоположным капитализму, а является последним прыжком капиталистическим. И что это для нас значит? Это значит, что мы видим, что современные неореакционеры они вообще прокапиталисты. Они говорят, что капитализму не должно мешать это социальное равенство какое-то. То есть это все очень мешает и нужно все это уничтожить, чтобы выйти к безраздельной власти нечеловеческого капитала, как говорит Ник Ленд. Но интересно, что есть тут такой слон в этой комнате, который должен быть замечен. Это то, что Ник Ленд после своего такого ментального брейкдауна уезжает в Шанхай, в Китай, и он сейчас живет в Китае. И именно неореакция как бы образуется в Китае, в современном. И на самом деле неореакция… Можно следующий? Вот. Еще, еще разочек. Вот. Юг Хуэй, теоретик, говорит, что движение неореакции это фундаментальная тревога, что Запад не сможет преодолеть нынешнюю стадию глобализации, сохранив привилегии предыдущих столетий. То есть сейчас существует Китай, который активно развивается в капиталистической ситуации, и глобализация фактически меняет вот это перераспределение власти. и что может сделать в этом случае Европа и Америка? Оно может удалить вот это социальные гарантии абсолютно, и тем самым в таком рессентименте восстановить свое право как право собственно белых людей, как право IT-предпринимателей на безраздельный контроль. То есть это некоторый рычаг на самом деле, который нажимается вот сейчас именно, и искусство можно предыдущий слайд? Предыдущий Е, сейчас картинки. Вот, кстати, это демонстрации вокруг LD50, вокруг этой галереи. Но что изменилось с тех пор, как в LD-галереи произошла эта выставка? Дело в том, что раньше у реакционеров и у консерваторов были свои институты, отдельные институты. Например, так было в России на самом деле. То есть современное искусство было одним институтом, а, скажем, Академия художеств, которая была консервативной так или иначе, она была отдельным институтом с отдельными вкусами и так далее, с отдельными системами распределения зрителей, аудитории и так далее. Но начиная вот с последних моментов в России, это, безусловно, события вокруг ГЦСИ и РосИЗО, само поле современного искусства становится полем борьбы неореакционеров, которые не являются вот этими из леса пришедшими людьми, которые там ничего не понимают в современном искусстве. Они являются модными, как бы технологически прогрессивными, используют эстетику постинтернета, и тем самым они ведут борьбу за некоторую культурную гегемонию на самой территории современного искусства. То есть современное искусство уже не просто существует как отдельный комплекс, а именно в нем начинает происходить вот эта активная борьба. И на самом деле у нас этот пример как раз связан с Беляевым Гинтовтем, который пришел к неореакционным взглядам из на самом деле эстетики медгерминевтики, из концептуальной эстетики. И мы можем увидеть работы некоторые, которые напрямую соответствуют вот этим объектам медгерминевтическим. И получается, что он брал некоторый язык современного искусства и создавал неореакционное именно в прямом смысле произведение, которое за счет языка современного искусства, нового языка, реконструировало нечто традиционное. И Юг Хуй говорит о том, что есть определенная связь между Ником Лэндом, то, что он делал в 90-е годы, и Дугиным. То есть это вот Александр Дугин, это собственно неореакционер в таком российском контексте. и соответственно существует вот эта борьба. И чтобы закончить, я не совсем успеваю, я хочу еще, можно предыдущую картинку? Еще, еще. Вот, я хочу показать вот несколько работ, соответственно, это работа Сары Куйман, рождение Асета, работа, которая была реализована на фабрике в Аси, где как раз основной темой видеоэссе такого, которое было сделано как артисток, такой диджитал артисток, была проблема идеологии, и как цифровое через понятие Асета меняет функционирование идеологии. И там как раз был вот этот схвачен, вот эта постинтернет-эстетика как поле борьбы между реакционным и прогрессивным. С одной стороны, мы имеем таких художников, как Зак Блас, который использует постинтернет как сцену для постановки этого противоречия. Я также считаю, что эта работа была некоторой сценой для развертывания этого вопроса. И с другой стороны, у нас есть эстетизированные художники, которые используют постинтернет-эстетику именно в таком иррациональном мифологическом ключе. Можно еще вот следующего. И вот работа Софы Скидан на выставке школы Родченко. Вы видите, как на самом деле близкая эстетика тоже постинтернет. Здесь как раз оказывается такой спиральный и создается такое иррациональное ощущение. Я, безусловно, не хочу сказать, что это проект неореакционный, но на самом деле он, мне кажется, задействует, берет какие-то механизмы, может быть, даже неосознанно, из вот этого эстетизма постинтернета. И сейчас многие молодые художники начинают работать на пересечении программирования новых технологий, магии и постинтернет-эстетики. И соответственно необходимо поставить вопрос о том, что можно назвать битвой за культурную гегемонию между правыми и левыми в ситуации постинтернет-эстетики. Спасибо. А вот есть какие-то критерии, по которым можно отличить вот этот радикальная иронизация, то есть такая псевдо-ирония с самой иронией или они должны сами сказать, что мы иронизируем, а на самом деле нет. Спасибо за вопрос. Моя позиция на этот счет заключается в том, что сегодня мы не имеем права использовать иронию. То есть вообще нельзя использовать иронию, мне кажется, сейчас. Может быть, раньше еще и можно было, но сейчас это вообще не тот ход, на мой взгляд. И мне поэтому нравится группа Forensic Architecture, что она радикально не ироничная, она использует, инструментализирует и ставит вопросы доказательства и факта. И мне кажется, что иронический жест или жест троллинга, например, он изначально действительно политизирован неореакционно, если можно так сказать. Но это мое мнение. Да, он вот осуществляется, на мой взгляд, сейчас. Это, собственно, переход вот этого водолезианского постмодерна к такому вот реакционному проекту постмодернистскому. И вот Анна Тейшера-Пинта также говорит о том, что вот эта ироничность, она на самом деле действительно постфактум переписывает то, что происходило с иронией в 80-е и 90-е годы. То есть сейчас, видя, куда эта ироничность приводит, можно сказать, что сама ироничность была политически заряжена вот таким неореакционным мотивом. И ну что ей можно противопоставить? Я вот считаю, что можно противопоставить проект некоторой серьезности и проект вот то, что мы можем назвать реалити-бейст комьюнити или вот попытка организовать собственно произведение как некоторая как фактичность, как некоторую попытку некоторого доказательства. В общем, дальше будет доклад Константина Бохорова, который называется «Время-деньги». В двух словах, у меня вот по возникшей традиции тоже лекция-проекция. На экране будет работа художника Кристиана Маркли «Часы 2010 года». Почему? Потому что мой доклад посвящен теме времени. И второе, что я должен сказать, доклад вообще никак не рефлексирует тему фашизма. Он родился из наших разговоров по поводу по поводу так сказать того консервативного консервативного оборота мысли, который сейчас принимает то, что происходит в художественной критике. и поэтому я в данном случае разбираю чисто теоретический вопрос. В общем-то пытаюсь выяснить для себя, возможно, для аудитории, чем является современный возврат к реализму в художественной критике. Итак, время и деньги. Мой первый тезис неоригинальный. Пришло время задуматься над временем. Призыв связан с динамикой поколений. Сегодня в едином культурном пространстве сосуществуют представители почти всех этапов современной модерности. И все они активно, насколько это позволяет, силы и здоровья отстаивают свою идею современности. Не сливаясь в ней, а представляя конгломерат автономных художественных я. Это характерно не только для отечественной художественной сцены, а для интернационального пространства. Динамика художественной жизни заключается в том, что различные игроки искусства занимаются тем, что неожиданно выдвигают фокусу общественного внимания ту или иную художественную фигуру, носительницу той или иной культурной темпоральности и создают таким образом художественные явления той или иной степени интенсивности. Перефразируя Делеза, можно сказать, что в этой складчатости внешнего памяти есть необходимость начинать все заново. Это и есть силовая установка флюксуса наших дней. Обозначенное выше явление не обошлось без своего теоретического осмысления, конечно, совсем в иных дискурсивных форумах. Я имею в виду концепцию трансцендентальной эстетики английского теоретика Питера Осборна. Далее я буду ссылаться на ее изложение в текстах «Темпарализация» как «Трансцендентальная эстетика, авангард, модерн, современность» из художественного журнала и «Вымысел современного» из книги Питера Осборна «Либо везде, либо никак. Философия современного искусства» издательства ВАГ. Осборн утверждает, что понятие современности как соприсутствие возникает после Второй мировой войны, что оно приходит на смену модернистской темпоральности, характеризующейся идеей создания будущего, и что оно имеет пространственную динамику, вовлекая в свой горизонт события все новые нации. Сегодня современность характеризуется транснациональной глобальностью, в которой одновременно соприсутствуют темпоральности авангарда и модернизма в их причурливых национально-культурных изводах. Осборн отмечает, во-первых, широко развернувшуюся дискуссию о хронологических рамках современности, а во-вторых, обилие литературы, предполагающей свою версию исторических периодизаций культуры. Эти интеллектуально-критические тенденции связываются им с глубоким разочарованием в теории постмодернизма, впрочем, не удостаивая Мого Осборном какого-либо критического рассмотрения. Вступая с разбором концепции Осборна, надо отметить, что она у него идеально разработана и что о нем по праву говорят как исследователи, поднявшим художественную критику до уровня академической философии. Полностью солидаризируясь с этим мнением, уточним только, что он в то же время выступает носителем вполне определенного философского дискурса, как он сам определяет его постгегельянско-беньеминовского образца и таким образом представляет в пространстве дискуссии о времени очевидную дисциплинарность. Ведь проблема темпоральности может ставиться и совсем в иной интерпретации, например, с точки зрения распада феноменологического субъекта в техногенном горизонте времени, как о ней писал, например, гусерлианец Даниэль Бернбаум в своих хронологиях. Можно сказать, что в разговоре о темпоральности современности мы сталкиваемся с несколькими версиями философских интерпретаций, наличие которых как раз и подтверждает крайне плюральный и динамичный статус этого понятия. Что еще представляется примечательным в теории темпоральности Осборна, так это ее метафизичность и эмпиризм. Он трактует темпоральность современности на уровне категориальных философских обобщениях, восходящих к Канту, но рассматривает ее во вполне конкретных социально-экономических проявлениях глобализации рынка, технологическом прогрессе, миграции рабочей силы и политической нестабильности и, конечно, художественных международных биенналий и ярмарок. Нельзя не отметить при этом, его абстрактные построения точно означают современную реальность, означают современную реальность, хотя при этом Осборн неоднократно подчеркивает фиктивный вымышленный характер темпоральности сегодня. В теоретизировании Осборна мы имеем дело с высокотехнологичным современным дискурзом, претендующим на научность. Однако возникает вопрос, коль скоро этот дискурз, все-таки в чем его перформативность и в какой степени он производит свою собственную реальность. Конечно, мы можем предположить, что Осборн просто объективен и что описываемая им картина мира, в которой диалектически взаимодействуют с современной историей, данной нам в ощущение формы пространства и времени, это и есть реальность. Похоже, что именно с этим связана его научная популярность, поскольку поколение, воспитанное на Гарри Поттер и Ри Фэнтези, реальность представляется как что-то собой разумеющееся, типа необходимости чистить зубы и убирать за собой мусор. Наиболее же интересная ее часть заключается в наблюдениях за складчатостью внешнего и создании в ней своих фиктивных конструкций, как это делает, например, описываемая Осборн «Атлас Групп». Творчество, стоящего за ней Вали Дорадо, возможно только в условиях принятия реальности реального. На самом деле блестящее теоретизирование Осборна не более, чем еще один дискурс, хотя и принявший в современной теории доминирующую роль. И смысл этого дискурса в том, что он стремится ромировать темпоральность концепции философской метафизики и за счет этого совершает метанимический перехват. он подменяет деконструктивистские способы критики стратегиями темпоральных эффективных постишей, вменяя искусство в обязанность не борьбу за реальность, а создание историцидских контрапунктов. В связи с этим второй мой тезис заключается в том, что теория сегодня может быть только критикой, причем предлагающей конкретные методы борьбы с прошлым. Постмодернизм, спровоцировавший спор о периодизации современности и объявленный интеллектуалами 2000-х лингвистическим идеализмом, стал значительным теоретическим явлением, поскольку в его литературе были развиты постструктуралистские методы деконструкции. В его рамках были разработаны понятия дискурса и перформативности, позволявшие вести борьбу за реальность в процессе производства культуры. Дорида, например, стал известен благодаря тому, что он выступил последовательным критиком метафизического дискурса современной западной философии, апеллировавшей в своих выводах к империзму существования, как это делает в его трансцендентальной эстетике Осборд. Разумеется, мы никоим образом не можем заподозрить английского теоретика в неосведомленности о систематической критике метафизики Доридой и должны рассматривать то, что он пишет, именно как дискурсивный перехват слова в ситуации доминирования большого критического дискурса. Осборд осуществляет этот перехват в самом противоречивом моменте философской дискуссии о метафизике, а именно в вопросе о времени. В ней время обычно идет в паре с понятием бытия, существования. и, конечно, время в этой паре элемент зависимый, который с одной стороны должен быть возможен, а сам не может существовать без него. То есть, исходя из постструктуралистской теории Дорида, время это немаркированный член этой пары. И Осборд, наделяя его голосом, правом на форму образования, на производство различий, по крайней мере в искусстве, как это, например, делает Валет Рад в его интерпретации, маркирует его. Здесь я приведу два сравнения, которые, на мой взгляд, проливают свет на содержание критического жеста Осборна. Не значит ли в его тексте, не звучит ли в его тексте гамлетовское утверждение о том, что в современности распалась связь времен или что время вышло из суставов, вывихнулось или свихнулось, что ближе к английскому time is out of joy и не борется ли он, подобно принцу датскому, с этим cursed spite, что-то вроде злого духа, во власти которого он оказался. И второе сравнение, не походит ли он в своем жесте трансцендентализации эстетики на Марселя Броттерса, доставшего метафизические ящики, в которых хранилось время, и провозглашающего акт утверждения музея искусства модерности, то есть терминологии Осборна, музея, музеифицирующего будущее. Ни то, ни другое сравнение не является даже ироничным. Я привожу их здесь, только пытаясь показать, что в рамках лингвистического идеализма теоретизирование Осборна представляется скорее актом ферформативного остранения или рамирования рамки, чем теоретизирование существующего символического порядка. Его теория критична, но как деконструктивный акт в рамках самой теории, а не как новая технология критики, которая является, например, грамматология Дорида, который разработал метод критики структуры европейской ментальности, предложив новые механизмы. Дорида в том числе разработала критику концепции времени в европейском сознании, предложившего выход из противоречивости теоретизирования этого понятия в пространственно-временном континууме. Именно в этом метафизическом ключе Осборн говорит о современном как о глобальном, то есть соприсутствии в пространстве о транснациональном характере такого соприсутствия. Однако это не решает проблему темпоральности, заключающуюся в том, что соприсутствовать можно только если время реально существует. А время это такая данность, которой на самом деле нет, которая не существует. Проблема эта восходит еще к Аристотелю, который говорил о том, из чего состоит время, из моментов. А момент это сейчас, то есть то, чего не было и что и чего уже не будет. Это все равно как соприсутствовать ничто. Поэтому Дорида в полях философии указывает, что это соприсутствие происходит не во времени, а в различии, хотя бы в этом между было и будет, как в грамматических формах. И это различие имеет у него такое огромное значение, что он называет его искусственным словом дифферанс, который ускользает в устной речи и проявляется только на письме, когда весь процесс семиозиса, получивший в нем наивысшую форму своего существования. Дифферанс – это априорное понятие, благодаря которому становится возможно само существование, как что-то, наделенное смыслом. Это условие возникновения знака, поскольку природа и существование и время знаковы. Природа же самого дифферанса в исчезновении, в котором оно оставляет, как говорит Дорида, след, нечто необъектное и неидентифицируемое мыслью, но создающее условия для возникновения смысла за счет своей повторяемости, множественность способности замещать другие следы и существовать независимо от времени, то есть вечно. Эта механика является синтезатором времени в этой семиотической реальности, поскольку все в ней случается только в горизонтах сигнификаций. По Дорида время есть имя, которое присваивается повторению замещению производства следа в игре дифферанс и ощущается в игре означивание и не нуждается в пространстве для своего существования. Дорида свел вопросы существования времени к вопросу существования имени или слова которое является результатом называния и зависит от того называется ли это называется ли это называется ли это предмет этим конкретным термином или нет. Тем не менее ему удалось дать весьма изысканный ответ на вопрос о сути той реальности в которой оказался капиталистический мир во второй половине 20 века то есть в эпоху возникновения международного разделения труда информационного общества на рыночной экономике и здесь напрашивается аналогия что он создал современную теорию знака на заре современного этапа развития капитализма так же как Маркс создал теорию капитала на заре возникновения его промышленного этапа его деконструкция в частности и устойчивые пары бытие время стало причиной возникновения многочисленных художественных стратегий создававших целый ряд культурных феноменов современности как критический постмодернизм постколониализм биеннальная система и в каком-то смысле даже глобализация как культурная теория так вот Осборн возвращая время в метафизическое поле обсуждения критикует Дорида за увлечение реальностью симулякра за то что он хотел защекотать ее до смерти он противопоставляет его деконструкции реальную борьбу за время происходящую в реальном транснациональном пространстве это можно приветствовать с прагматической точки зрения но нельзя принять теоретической он сам говорит о современности как о стазисе добавим от себя слишком напоминающий элиадский то есть Осборн не динамизирует современность а останавливает замораживает консервирует ее и призывает искусство препарировать ее в этом ее статическом состоянии в определенном смысле такое отношение к современности характеризует то что мы имеем как института в начало 2000-х годов но можно ли радоваться этому возвращению метафизики особенно на фоне тех реальных процессов которыми характеризуется сегодня глобальный эмпиризм очевидно что для того чтобы сдвинуть сдвинуться с мертвой точки следует решить метафизические метафизические противоречия консервативностью позиции консервативностью позиции возвратом к метафизическим опориям едва ли можно многого добиться разрешение возможно только если взглянуть на реальность еще более реально насколько она нам это сегодня позволяет а именно принять за исходное условие что время исчисляется исходя из этого моего антитезиса исходя из этого мой антитезис сводится к тому что исчисляемое время существует существование это исчисляемое время конечно если исчислять время в днях годах часах минутах то это приведет нас к еще большей абстракции к циферблату часов тогда можно было бы пошутить что имя времени часы и построить время из моментах из моментов их репрезентации как в этой весьма остроумной работе крестьяна маркли он прекрасно показал что в нашей медиа реальности время имеет знаковую природу в чем и заключается продуктивность теории дорида хотя ее недостаток в том что знак дорида не исчисляем невозможно не заметить что все знаковые теории двадцатого века являются ничем иным как вульгаризации знаковой теории маркса который придумал и экономику знака и идеологию знаковой реальности он как известно свел все разнообразие мира к стоимостью и ввел понятие и эквивалента денег деньги что-то вроде деридианского следа но исчисляемое в них может исчисляться в том числе и время но не как форма существования бытия в пространство как форма существования материи соединяя имманентное сознание с трансцендентальным бытием вывод из этого следующий современная хронология может пониматься только в экономию только экономически основываясь на законе бывшем входу еще у старых экономистов экономов 18 века время деньги как говорил бенджамин франклин говоря же о современной художественной теории следует отметить следующий методологический принцип действительно сегодня постмодернизм является консервативным и даже реакционным дискурсом однако именно поэтому следует учиться у него современности а современность это критика властного дискурса в самых его основаниях спасибо можно ли принципа но из методологии деконструкции получить в итоге то есть она же использует какие-то уже сформированные какие-то вещи до концепции можно ли из нее получить что-то конструктивное то есть что-то новое или же она опирается только на старое мы как-то старая деконструируем и то есть вот если какой-то у нее именно прогрессивный положительный такой аспект у методологии деконструкции ну поскольку как я пытался значит сформулировать это серьезная философская система при всей поэтому при всей ее ряд этой самой консервативности и реакционности для современного времени то я считаю что в ней есть очень большой потенциал для того чтобы осмысливать современность и продолжает оставаться больше того она задала как бы некую эту самую структуру философского рассуждения но из которой очень сложно вырваться спасибо сейчас выступит егор сафронов я расскажу без картинок увы то что назвал токсичность в движении реакции курировать будучи троллем ну в некоторых не знаю может возможно предварительных наметках указанных в этом заголовке тем когда в нашем кружке шло обсуждение возможных аспектов политической и культурной реакции должной или долженствовавшей стать предметом рассмотрения на сегодняшней встрече несколько недель назад я заявил что токсичность это слово года и действительно через пару недель после этой беседы оксфордский словарь объявил его словом 2018 года о чем многие из вас узнали из многочисленных заголовков порожденных этим решением слово это пришло в северные европейские языки в 16 веке из латинского toxicus то есть отравленный или содержащая траву и оксфордский словарь в своем заявлении помечал также его этимологию дескать смертельная история слова не начиналась в средневековой версии латыни а это средневековое слово в свою очередь было заимствовано из латинского токсикум что значит яд которая имела свои истоки в греческом токсикон фармакон то есть смертельный яд который использовался древними греками для нанесения на конечники их стрел и интересно что из двух слов не фармакон что означало собственный яд было переведено в латынь а токсикон которое происходило из греческого слова для лука токса то есть именно орудия и некая направленность на объект послужили в основании слова токсичный нежели яд как таковое или лекарство слове фармакон у которого тоже очень длинная философская история даже наверное более богатая нежели у токсичности вот это слово токсичный отражала по мнению редакторов словаря это с настроение и озабоченности уходящего года но станет понятием имеющим долгосрочную культурную значимость больше того его обширное применение само по себе уже могло послужить достаточной причиной обратить внимание на его валентности и они сообщили что до новости об объявлении его словом года частотность запроса значения в электронной версии словаря возросла за девять или десять месяцев 2018 года на 45 процентов тут же перечислен перечень дан перечень десяти существительных или слов с которыми сопрягается токсичный наиболее часто в абсолютном убывании первых химический вторая мужественность третья субстанция четвертая газ пятая окружающая среда шестое отношение 7 культура отходы водоросли и воздух все эти понятия в разных применениях обнимают собой политическую экономию и даже политическую экологию на различных шкалах от планетарного природного окружения до диадических межсубъективных отношений в любви конечно здесь помечалась еще и геополитическая топичность или актуальность в напряженности и в применении ядов как оружие в том переплетении межгосударственных интриг квазе и негосударственных деятелей в котором российское государство играет важнейшую роль который воспринимается при этом как деструктивная публицист алексей цветков говорил что начало третьего срока владимира путина обозначена коннотациями отравленного удушья некомпетентные шпионы применяют яды чтобы убить предателя и его неповинную ни в чем дочь на гражданской территории соседней страны столица и ее города сателлиты задыхающиеся в испарениях разлагающихся свалок от неперерабатываемых отходов дети гибнущие от горючего пластиков в горящем торговом центре вскоре после президентской инаугурации наши военные сателлиты в сирии применяющие химическое оружие и дипломаты их покрывающие шпионы хакеры взламывающие штаб-квартиру организации по запрещению химического оружия и отравляющие умы и риторики отъявленная пропаганда фабрики троллей отравляющие любую публичную дискуссию ну и конечно токсичная мужественность возведенная не просто фигуру власти а с возрастающим насилием угнетающие женщин преследующие лгбт меньшинства девиантных подростков инакомыслия и так далее как говорил цветков путинский режим это омерзительная вонь и что его эффекты проявляются в том числе и фигурах отравления мы говорим сегодня о неореакции ее можно понимать узко как конгломерат идеологем порожденной свадьбой венчурных капиталистов кремниевой долины с их крайне антиэтатистским либертарианством и философским разочарованием в ценностях просвещения и чьей общей платформой будет их реакция против так называемой политкорректности в таком случае не реакция будет специфическим для англо-американского дискурса комплексом и чьи ключевые фигуры известны это питер тиль ник ланд мензи мульт ваг и другие провокативные либертарианцы и об этом вы могли услышать в докладе коллеги бориса больше но я хочу говорить о не реакции больше более широко либо применяя это понятие менее специфично либо вписывая его в более общее и всемирное движение отката которая вбирает в себя также и альтернативных правых и многие другие конфигурации антипрогрессивных позиций будь они критичными к так называемому глобализму или государству и бюрократии отстаивали бы они это национальные границы или защищали испытывающие угрозы основания патриархата возвеличивали и воспевали бы уникальных и харизматичных олигархов с их плутократическими и технологическими превосходными пророчествами или требовали возврата дееспособности нативистскому пролетариату понятому как культурная общество общность больше того нам представляется интересным прослеживать и истоки нынешней нынешней реакции в том числе в ее русской постсоветской или даже поздней советской генеалогии как-то в беседе почти четыре года назад мой знакомый книгоиздатель митя потемкин говорил что россия находится в авангарде реакции мировой реакции что миазмы ныне захватывающие западной демократии давно уже являются частью официальной государственной политики нашей российской федерации и что их ферментация пришлась еще на позднее советское брожение в диссидентских кругах отвергавших монопольный социалистический прогрессизм и устремлявшихся в объятии религии эзотерического поиска утраченных национальных корней а также всех тех течений мыслей вытесненных марксистской ленинской доктриной одним из пионеров был например александр дугин пытавшийся синтезировать ценности либерализма коммунизма и фашизма в привилегию евразийской империи сцепленной волей к смерти и непримиримой враждой к глобалистской англо-американской морской коммерции нам еще предстоит разобрать неопознаваемый синкретизм правого и левого в таких явлениях как национал национал большевики как рыночные либералы славящие аугусту пиночета или в искусстве новая академия санкт-петербург санкт-петербургском искусстве 90-х или даже политтехнологическая шизоаналитическая или чисто провокативная авантюры в московском акционизме 1990-х годов да и в принципе вообще положение современного искусства даже критического искусства его классовая и культурной ориентации вплоть до сегодня та же идея что не у реакция в россии началась еще раньше еще накануне перестройки чем в мире находит свое синхронное выражение и в динамике экономического неравенства ну и политического неравенства который является следствием экономического неравенства критика сверх концентрации капитала в руках одного процента олигархов началась в западных демократиях только в 2010-х годах но в россии олигархический захват средств производства и общественно производимого продукта был завершён в основном уже к середине 90-х и тогда же конечно в публицистике и в прессе об этом говорилось когда еще была видимость свободы слова то есть на основании этого можно сказать что мы впереди всего мира шагаем в этой связи я бы хотел обратить внимание на фигуру тролля и я могу сейчас добавить что он как раз вписан вот в эту мизогенистическую и связанную с вводной образностью цепочку которая в принципе как борь я нам рассказал является центральной для какой-то фигуральной цепочки не у реакции я об этом я не стал в будучи невежественным касательного аспекта вписывать в эту лавкрафтянскую лавкрафтянский пантеон я же больше обратил внимание на то как это понятие употребляется сейчас тролль в нынешнем сетевом словоупотребление понимается как человек который делает намеренно оскорбительные и провокативные сетевые публикации есть такой глагол троллить или появился такой глагол троллить значит делать намеренно оскорбительные или провокативные публикации с целью расстроить кого-то или вызвать гневный отклик на них или от них как это определяет оксфордский словарь этимология тролля восходит к скандинавской мифологии это живущее в пещере существо изображаемое в народном творчестве либо как гигант либо как карлик обыкновенно с чрезвычайно уродливым внешним видом вот если токсичность это атмосфера времени это облако ядов которым мы дышим то тролль это субъективность культурного производства данного времени это проецируемая в сетевую потусторонность уродливая и замкнутая в пещере сущность но которая прорывается наружи как его не при неприглядная внешность индивидуальная бессознательная локализована в некоем океане вытесненного и проявляется в ошибках оговорках шутках сновидениях и так далее как об этом писал фрейд а сетевое бессознательно вытеснено в секцию комментариев достаточно проскролить немножко вниз чтобы обнаружить топику вытеснения и и оцифрованную дисублимацию и в текущем времени попрания оскорбления и оскорбленности чрезвычайно пагубной эрозии подвергается и публичный дискурс и критическая публичная сфера коль скоро они обоснованы в просвещенческих или восходящих к афинской демократии ценностях сообщества прозрачности и равенства все эти ценности эвакуируются и вместе с их эвакуацией деградирует и публичный дискурс превращаясь либо в их меланхолическое оплакивание либо в отъявленное обслуживание партикулярного частного интереса либо в неприкрытую оскорбительную деградацию и провокацию усугубляющую их отсутствие тролль и троллинг как раз схватывает в народном языке этот процесс я утверждаю что фигура тролля это образ какого-нибудь собирать собирательный образ нынешнего куратора современного искусства как агента олигархического капитала это образ и автора телеграм-канала например поскольку институции публичной сферы включая музеи и другие культурные учреждения или медиа то есть собственно коммуникативные каналы публичной сферы несут в своем днк основоположениях просвещенческие ценности то их текущее неолиберальное разложение то есть в частном примере например олигархическая связанная с подчинением частному интересу и отчуждением от служения публики публичности и ее прерогативом происходит как троллинг по отношению к ценностям культурного служения где выставки речь и другие заявления делались бы с видом на общественную значимость в подчинении исторической миссии служения прогрессу и так далее если эти ценности исторгнуты остается либо сугубо частный интерес либо некая инверсия критического дискурса в троллинг об этом свидетельствуют и феномены соц сетевых в кавычках срачей или травли буллинга шейминга и всякие персональные атаки и зло языки и сплетни в телеграм-каналах и в социальных сетях критический дискурс используется превратно как инструмент властного обслуживания и культурной сегрегации он придает его снобирующим оператором видимость вольтерианского вольнодумия которая очень ценима также и не реакционными либертарианцами но эта видимость вольнодумия направлена на токсические конкурентные атаки и срачи против видимых соперников и тех всех прочих но останавливается ровно там где речь заходит о владельцах о начальстве о подлинной иерархии именно этой иерархии и служит такого рода превратный критический дискурс инвертированный в троллинг тролль считывает кантианский завет критики неправильно вместо способности суждения кринейн развлечения и ответственного и требовательного к себе служению мировой истории в конечном итоге в виде письма или выставочного производства в нашем случае он понимает критику как межсубъективную вражду как классовую борьбу сверху то есть функцию культурного отличия какой-то привилегированные прослойки от темных масс грубо говоря и как чисто языковые эффекты отрицания в эпоху реакции мы имеем дело с такими эффектами отрицания которые не служат диалектически или в конечном итоге какому-то позитивному утверждению или призыву желаемого будущего да как то было в деконструкции а только замыкаются на отрицании другого и на себе можно сказать что это дурное отрицание потому что она в конечном итоге служит поддержанию статус кво или даже его усугублению и этому очень способствует интернет который уже всеобщепризнан как ложный освободитель 90-х обернувшийся в 10-х годах 2010-х годах левиафанным надсмотрщиком интрузивным хлыстом прибыли разлагающим субъективность в краткие нейрозависимости а республику то есть общее дело разъедающую инфильтрациями скрытых влияний и попросту отравляющую ее политический процесс ботами спамом и троллями в разогнанной соцсетями среди возмущения насмешки и безразличия где иронии заблокирована эпистемология то есть понимание осознания или даже пост ироний во многом лишенным смысла понятий сегодня часто используется это слово пост ирония а провокация заменяет собой политическую сознательность публичный дискурс не просто отражает движение реакции но в своих каналах инфраструктурно смоделирован так чтобы расщеплять противопоставлять и управлять взаимодействиями субъективности и их деяний в цифровом деклассирование в понятии карла маркса деклассирование тем самым производя критическую массу которая служит опорой и даже орудием для реакционного и все менее легитимного режима олигархического накопления и его идеологического крыла в виде институтов современного искусства я предлагаю рассмотреть тролля через понятие реактивного или реакционного образования зигмунда фрейда тролль является реакционным образованием вытесняющим во-первых полиморфическую сексуальность во вторых расовое смешение что я имею ввиду словарь о психоанализу лапланша и панталиса дает следующее определение реактивного образования это психологическая установка или привычка которые противоположны вытесненному желанию и выступают как реакция на него например стыд в противоположность эксгибиционистским наклонностям с экономической точки зрения реактивное образование представляет собой противонагрузку того или иного элемента сознания обладающую той же силой что и бессознательная нагрузка но противоположно направленную реактивное образование могут быть четко локализованные могут проявляться в особых типах поведения они могут принимать настолько обобщенный вид что становится чертами характера в той или иной степени интегрированными в личную целостность или в личностную целостность целостность из клинической точки зрения они приобретают значение симптомов при этом когда они не в состоянии достичь цели иногда такое случается они достигают результата противоположного сознательно поставленной цели в них проявляется жестокость принудительность навязчивость примеры щепетильность стыдливость недоверие к себе который противоречит детской сексуальной активности субъекта в период так называемого инфантильного имморализма например можно представить себе вот эту нарушаемую цель нарушаемое целеполагание в троллинге когда происходят атаки того или иного рода токсинг или срачи в соцсетях где отторжение другого не приводит к переубеждению или к действительному обмену мнениями воспроизводит только агрессивность реактивное образование особенно очевидны в анальном характере например навязчивое стремление к чистоте является замещением анального эротизма то есть грязи или вот страсть к деньгам к накопительству и в принципе отношение к объектам фрейд и психоанализ выводили на основе анального эротизма и это был такой самый наверно яркий и объясняющий пример я акцию реакционного образования в каждом конкретном реактивном образовании можно увидеть действие влечения от которого субъект пытается защититься отвращение стыд мораль и другие аффекты например само сверх я как полит внутренний полицейский они созданы из наслоения реактивных образований и в книжке три очерка по теории сексуальности фрейд вводил такую свою теорию фазового развития антогенетического становления субъекта что каждый из нас должен был пройти в детстве через три фазы оральную фазу анальную фазу и в конечном итоге генитальную фазу как нормальную строение сексуальности которые последовательно усложняли и вытесняли изначальную полиморфическую сексуальность когда сексуальным или лебединальным зарядом нагружено все тело и вообще все отношения младенца изначально вот младенец является полиморфической сексуальной сущностью испытывает возбуждение или оргазмы от любых прикосновений или взаимодействий психоаналитической теории вот и тролль это как раз такой образ в которой в своей слизкой влажный неприглядный или не знаю вагинальной сущности является собой такой лебединальный секрет и вытесненная отвратительная да по юлии кристо вы плацентарная или женское тело которое не локализовано в какой-то одной эрогенной зоне или группе эрогенных зон или только в гениталиях ради продолжения рода поскольку это является критерием нормативной сексуальности но обвивает собой во первых все тело целиком во вторых и его обиталище поскольку тролль обитает в пещере тоже можно здесь вспомнить платоновскую пещеру но не пещеру из государства про ложное сознание идеологии потом просветление а пещеру из тимея диалога где говорится о хора и об утробе о материнском теле его внутреннее и внешнее целиком тоже обнимается внутренне внешние тролля тоже целиком задействуется поэтому он омерзителен потому что он возбужден и похотлив и поэтому отталкивающий этот тролль вот и другой аспект это расовое смешение цвет кожи тролля отрицает расовое деление и фенотипическую антропологию тролль подрывает витрувьянское самоидеализирующее отражение как раз в стремлении его достичь тролль это кризис нарциссизма это его апогей и разлад когда в зеркале совершенно неприятное существо очень и очень отдаленное от идеального образа я от я идеал в том числе и расово фиксированный идеал белого белой самоконтролирующей субъективности сталкивается со своей инаковостью с антропофагическим метисовым смешивающимся желанием и отклонением можно подумать от роли как комплексе этих полярности и цвета кожи привлекательности уединения и социализации желание его вытеснения их кризис побуждает тролля порождать токсическую травматизацию по отношению к другому к другим которая усугубляет невозможность этого соответствия зеркального еще мне кажется полезным понятие ложной эмансипации которую ввел американский марксовет мой ши пасто он умерший недавно в этом году пасто он предложил очень продуктивное толкование антисемитизма он предлагал понимать антисемитизм не как простую расовую или религиозную неприязнь или страх а как шифр антикапиталистических настроений именно потому что риторика антисемитизма черпала в критике контроля или коррупция какой-то привилегированной группой финансовой системы политической элиты средств массовой информации приписывала этой группе претензию на культурную гегемонию она и получала такой отклик у масс во многом потому что невежественному пролетариату подсовывали вместо слова капиталисты слова евреи пасто он утверждает что в антисемитизме присутствовал ложный и не диалектически понятый элемент эмманиципации по крайней мере ее обещание такое самоуполномачивание угнетенного через насилие или кризис критику по отношению к якобы привилегированной группе вот таким же образом я считаю нужно рассматривать неприятие и атаки против политкорректности и ее якобы ханжеских кодов предполагаемая эмансипация а полит от полит от полит корректности а это наверное один из ключевых мотивов не реакции и нужно вообще учитывать что не полит корректность никогда не находила большого отклика и в россии точно в российском дискурсе мне кажется изначально был такой скепсис по отношению к ней как какому-то импортированному и насаживаемому кодексу на самом деле это им предполагаем анисипация от полит корректности только бросит нас в руки патриархата расовых и религиозных тревог и так далее потому что им она и служит все так просто на мой взгляд аналогично из либертарианскими аргументациями критика бюрократии этатистского перераспределения и социальных расходов кодирует интересы плутократической гиперконцентрации капитала и стремление к его глобальной циркуляции по офшорам интересы всяких венчурных и финансовых воротил которые преодолевают национальные налогообложения границы и нищающее население заключенные в них и поэтому такого рода мифологической фетишизации подвергаются или наделяются в разного рода олигархические супергерои вроде этого илона маска и прочее вот это ложная эмансипация вместо равенства возможностей и инклюзивного общества не реакция несет налоговую дерегуляцию и прикрывающиеся свободой слова потревоженное белое мужское превосходство еще я хотел обратиться к анализу политической реакции у карла маркса в его трактате 18 пример луи бонапарта но кажется я исчерпал свой регламент я просто скажу вкратце что этот анализ он не не приложен и во многом послужил таким образцом и моделью парадигмы для последующих анализ анализов реакции в том числе прихода фашизма к власти и он заключается в том что какое-либо событие ли угроза событий эмансипации демократического ли или пролетарской революции например парижская революция 848 года она вызывает травматическую тревогу у правящего класса который в ответ на угрозу демократической революции ставит на крайне правые реакционные силы клирикальные национальные так далее вот можно сказать что наложить эту схему в том числе на угрозу революции в 18 года в германии в ответ на которую потом приходят властиковые фашисты или на угрозу протестов 11 года в россии демократических и протестов глобальных окупай того же периода которые в ответ вызывают такого рода конгломерат когда правящий класс ставит на по сути троллей но и здесь не буду развивать это вот спасибо добрый вечер меня зовут дмитрий годов но я обалдел конечно я попал на настоящую конференцию я уже сто лет не было только я привык что вокруг тебя как-то все немножко происходит поживее я бы запретил читать просто зачитывание текстов написанных она очень трудно воспринимается со слуха нельзя ли то есть в чем был основной посыл большинство выступлений я просто не понял так как ребята не обобщили в каком-то жестком стейтменте но то что сказала смоловский я вроде хорошо понял и вопрос действительно очень важный к во первых да мы живем в эпоху реакции хотят непонятно когда она началась двухтысячного года или как егор говорил там с позднесоветского времени или последний этап пару лет это надо определить про какую реакцию мы говорим вообще или она вообще началась там сто лет назад и главный вопрос как все это связано с искусством и сейчас окажется что вот беляев гинтоват будет представлять россию на венцианской бейнале и можно есть я слышал что такой слух как то как это был никто не в курсе не не будет но слух ну ладно а то было бы забавно в принципе путинской россии должна себя показывать на такими художниками если бы я был куратором я бы вытащил его и еще несколько таких ребят но чтобы мир по-настоящему ахнул они то что там как бы замазывать все это каким-то таким более не менее прогрессивным искусством так возвращаясь к тексту осмоловского действительно вопрос очень тери принципиальный самый интересный художники жаждут в лица в реакционное движение и это был не только имели 0 да там целая куча их было а фашизм или там национал социализм их не принимает почему то есть они виноваты в том что возникло это движение или они не виноваты и как вообще рождается эта эстетика и какое-то отношение все имеет к нам вот это моего вообще-то у меня самые любимые вопросы жаль что смоловский как бы сказал что только вопросы а ответов вроде как он сам не смог разобраться раньше вот только но все-таки раньше ты делал выставку фашизм антифашизм и все все было так ясно что изменилось потому что изменилось за 20 лет была ясность куда она делась нет во первых у меня выставка называлась не фашизм и антифашизм я высказался антифашизм и анти антифашизм да точно как раз я в данном случае уже тогда усложнял некоторые отношения потому что в общем то я был под большим влиянием книги так сказать анти-эдип капитализма шизофрении жили до леза и там эти в общем термины или подходы так сказать там существовали я не знаю мне кажется что ничего совершенно не прояснилось а для меня даже еще больше запуталась потому что вот я там ноль ты привел но я привел вам и фрица ланга да или например можно взять если так сказать близкие тебе пример значит как ливши среагировал на фильм этого эсенштейна иван грозный что он там абсолютно для него это было примерно то же самое что фрисла ну да естественно я говорю что это каком смысле похожие как бы похожие фильмы да потому ну правда все-таки эсенштейна фильм это ну как претендующий на какую-то историческую да так сказать реконструкцию хотя там понятно что большим вопросом а это вообще у фрица ланга это чистая мифология никаких не белунков как известно не было все выдумано вот и и вот я просто подобрал примеры которые кардинально друг от друга отличаются и например он самый мне кажется самые интересные хотя может быть повторяю всем кажется что он совершенно очевидно это пример с ханс хаки да ведь на самом деле ну как сказать спровоцирована да некоторая реакция антифашистов которые уничтожают произведение искусства которые в общем как можно назвать фашистской антифашисты действуют как фашисты или сам по себе ханс хаки действует как тролль собственно говоря вот сегодня мы про тролли говорили это же троллинг чистой воды абсолютно взять и поставить на месте значит так сказать стелы посвященные значит погибших концлагерях людям значит ту же самую штуку которую гитлер поставил когда он австрию захватил да это же троллинг вот и можно конечно тогда знаешь взять вот эту линию улившица и сказать что ну типа фашизм начался с первого черного квадрата малевича да и же такое мнение улившица например тоже троллинг до черный квадрат что это троллинг чистом виде как катя писала наглый ответ значит на претензию увидеть голое женское тело ну это понятно ее интерпретация но в общем как бы тоже такой троллинг так что в этом смысле для меня как раз ничего не ясно то ли мы живем в тотальном троллинге вообще-то мы же современное искусство это такой тотальный троллинг и мы в этом троллинге должны занимать какое-то место а я например вот недавно угад носительные до 3 года там назад я вел так сказать проект travel гельмана до троллинг гельмана можно сказать но я за справедливость троллил его то есть понимаешь для меня ничего не ясно более того все более и более ситуация усложняется а наоборот она не усложняется а не упрощается хотя в политическом смысле да все как бы становится очень-очень ясно и и вот так сказать ну как сказать вот мы сейчас вообще живем уже в ситуации когда можно воспринимать власть государственную как гнет собственно вот такое было при советской власти на самом деле она власть восприниматься как гнет это правда хотя я так сказать не антисоветчик никакой но это так и воспринималось как гнет то есть ты при советской власть не мог заниматься например продажей ничего нельзя было продавать вообще ничего а если продавал тебя хватали за руку и в милицию то есть тащили поэтому ничего не ясно мне ничего не ясно вот я его может ты мне просветишь или прояснишь ситуацию ну с теми примерами которые ты приводил мне как раз там абсолютно все ясно и тоже милян миллион раз в разных текстах проанализировала как ребята типа 0d и по своим убеждениям и главное своими эстетическими работами готовили приход национал социализма хотя бы на уровне того что они проповедовали дикость они проповедовали разрушение разума они преповедовали всевозможные формы культа поэтому там полная гармония взглядов 0d и с тем что у него получилось то что ждите то что если то что режим это не воспринял и посчитал декоративным дегенеративным ну да режим пошел дальше в этом направлении нет ну понимаешь здесь очень много вопросов вот режим посчитал это дегенеративным да можно сказать тогда что прославление дикости или значит ее собственно говоря выражение на холсте является лицом того общества немецкого которое в то время существовало художник он собственно выражает эту ситуацию посмотрел на картину и понял что такое германия а почему гитлер это все сжег терпеть ему что он не хотел свое лицо видеть в зеркале не хотел у себя в зеркале ведь у него для него так сказать рубинс вот он считал на кого он похож а он был 0d и опять же возникает другой вопрос не менее так сказать для меня по крайней нерешаемой представляете 0d члена национал социалистической партии приглашают на выставку документа вот мне бы пришло в голову если будучи об куратором пригласить на выставку члена национал социалистической партии это же странно это невероятно живем безумном мире а вот там егорту костя бухоров там чем-то увлечет кость в чем был суть твоего выступления но в двух словах какое-то отношение имеется к реакции и к тем вопросам которые вот осмоловский поставил своем сообщении про чтобы я понял о чем чего дискутируется если совсем обобщать мое выступление то она сводится к чему к возникновению новой реакции в общем в чем я сама ну как я рассматриваю озборна я рассматриваю его как человека который поднимает эти самые хайдегаровские принципы возвращение там к реальности к бытию к земле и так далее ссылаясь на обширно на философию и в общем что противопоставляю этому что но этот дискурс в что вот это вот позиция в современной в рамке современных в рамке современных дискуссий она сама себя разоблачает и поскольку она сама себя разоблачает то что что из этого следует из этого следует ну как бы что это самое такое выражение есть деньги пишут типа в общем это самое у меня чисто про это ну там можно влезать в более глубокие эти самые такие разборы там у меня есть по поводу времени очень смелый смелая у заключение сейчас только своими словами еще более просто ну в общем я буду признателен если ты вот на это среагирует дим не понял тебя я думаю смысл выступления смысл выступления кости заключал следующем что модный ныне сейчас модный модный ныне сейчас философ питер осборн знаем знаешь который считает себя радикально марксистом супер радикально марксистом на самом деле реакционер да все идея понятно да хороший под теперь что касается выступления надо формулировать да что на самом деле хотел так сказать в чем был смысл и пафос выступление бориса клюшникова борис клюшников представил огромное количество новых реакционеров которые актуальном процессе сейчас существуют вы их увидели работа их увидели что там жизнь происходит что вокруг них идеология складывается для того чтобы вошли в контекст и как бы свое отношение к этому высказали типа так сказать как с этим бороться нужно с этим бороться или смеяться имеет смысл посмотреть методологические принципы да вот например я показывал кошечку медицинской герминетики а там у бориса появляется вот этот лягушонок пепи да и как вот собственно говоря реакция да начинает через детские всякие знаки по так сказать как сказать входить в наш так сказать обыденный разговор собственно говоря так сказать похоже и егор выступал хотя у него был более теоретический разговор да и вот собственно троллинг как некий методология значит вот этой ну по его мнению новой реакции другими словами мы как бы основная задача наша была показать современное состояние как она проявляется эта реакция я взял на себя историческую часть да то есть я тут в основном о старых персонажах говорил хотя и новых кое-каких затронут но смотреть так как это лаборатория критики до критика критической два слова вы можете сказать про то что у нас происходит вот вопрос который я я хотел как всем вам всем задать вот я помню как ну там без экскурсов как социарт критиковал советскую власть что творилось 90 как критика ельцинского времени всего безумия которое там происходило как сейчас искусство реагирует на мракобесие путинизма и на его ну как бы уже полную деградацию распад я просто не вижу я вообще не вижу связи между тем что делается в российском искусстве и тем что делается делается в стране ну я просто нам не внимательно слежу вот вы как критики вы можете сказать у нас есть отвлекаясь от пост компьютерного искусства вот это то что здесь было но переходим мужик нашей художественной реальности нет осборн понятно но вот со сборным все поболее это объяснил спасибо я понял а вот переходя к искусству непосредственно да еще к нашему кто-то что-то может внятное сказать что творится вообще мне кажется что в россии уже давно относительно давно там скажем лет пять может быть тому назад вообще разрушена механизмом так сказать искусств создание искусства поэтому собственно в искусстве ничего не происходит или происходит очень очень мало просто разрушен механизм реально разрушен какие-то например там деятели если говорить какие-то активные деятели 90-х годов они все по каким-то своим углам разбежались вот например ты сюда едва едва забежал да ну я старался ты старался все-таки ты забежал да а попробуй сюда замани там кулика какого-нибудь вообще невозможно он сидит у себя где-то там поэтому но это как один из примеров а на самом деле ну как сказать вот в этом смысле как мне представляется молодые художники просто отчуждены на самом деле от художественного от публичного высказывания я бы так сказал а попробует и добиться этого публичного высказывания только в виде арбусе райт опусе райт ну как не каждый будет так сказать и потом это грубое высказывание очень и художник должен как-то стремиться более изощренно высказываться поэтому ситуация на мой взгляд в российском искусстве довольно печальная и наши вот усилия ну как эти они пытаются эту ситуацию ну как подтолкнуть что ли борис ты скажешь все согласны ну нет я с этим не согласен и мне кажется что можно выделить сейчас несколько способов создания художественных работ которые они не критикуют но они как раз пытаются создать некоторую альтернативную ситуацию которая при этом бы не была такой конфронтационные активно вот как раз вот этот феномен нон-фэшист предполагает что ты не напрямую выходишь на конфликт но пытаешься другую систему создать и ну последние там пять лет возникают такие кооперации коллективы которые пытаются уже отчасти в соцсетях средствами соцсетей средствами вот этой вот организации в интернете по-новому поставить вопросы коммуникации после вот этого мира соцсетей и что это значит политически и ну можно привести такие примеры как летучая кооперация например или там и в коллектив или скажем тихий пикет который возникал да вот за эти за это время и я думаю что это некоторая попытка и как-то действовать в состоянии где нельзя действовать в таком дистопическом дистопическом мире но тем не менее мне кажется что это выделяется в отдельную какую-то форму которую можно осмыслить и необходимо с другой стороны есть есть художники которые на мой взгляд вот у меня я выделяю такой термин ультра муть то есть ультра муть да эта ситуация когда на самом деле так как мы все сидим соцсетях и в интернете у нас очень много референсов возникает это вот и по поводу цитат да все построено в таких торчащих референсах и когда зритель приходит на выставку непонятно кто он вообще у него может быть сотни там ссылок в голове и так далее и художники они как бы начинают делать работы которые максимально разъятые на вот эти огромные референсы там и они в общем как осьминоги выглядят эти работы с разными текстами с разными ссылками и так далее мы видим что институциональное и от это искусство сейчас на самом деле как-то продвигается но я не хотел бы говорить что вот этот ультра мутный принцип он лишён политического на самом деле через вот эту ситуацию можно проявлять какие-то какие-то критические процессы ну то есть я что я хочу сказать что есть новые методы создания работ 2010-х годов есть новые методы коллективности и все это присутствует у меня есть и реплика и вопрос реплика вопрос во первых отвечая на вопрос димы о том что происходит в искусстве и я согласна с анатолием что действительно произошла некоторая гитаризация есть очень много каких-то локальных маленьких сообществ художников или групп художников которые между собой что-то делают и причем очень даже иногда критическое искусство в том же интернете да и даже в том же контакте хотя он полностью под считается что он полностью под властью но они ребята из ассоциации худших художников например выкладывают очень серьезные критические работы современной власти единственное что трудное заключается в том что если это попадает на публику как например недавно было на винзаводе просто вывесили боже мой какой-то непонятный портрет путина пришли сербы облили это каким-то дерьмом и на фоне этого случилось случился скандал то есть сейчас делать какое какое-то политическое жесткое высказывание просто стало опасно потому что за этим следит власть и любое твое политическое высказывание она может увидеть и упечь в тебя куда-нибудь и с этой машиной довольно таки трудно бороться но мне здесь вот что интересно вот такие узкие и маленькие комьюнити это здорово но у меня вопрос какой какую цель они в итоге преследуют то есть вот даже мы в лаборатории художественной критики как бы чем мы занимаемся мы хотим чтобы то что мы делаем стало каким-то массовым или интересным большим большему количеству людей потому что понятно что мемы это самое простое вообще что может быть и вот это вот банальность зла такого средняя я не знаю большинство вот этих троллей она как бы заключается в том что им легко не думать вот и все то что предлагает например борис новая серьезность она всегда наверное была присуща каким-то узким вот таким вот специализированным тусовочкам что ли которые как бы и пытались вот в этом андеграунде но и в то же время в этом авангарде сохранять какую-то там серьезность ответственность и какое-то вот такое веское слово против очень интересный вопрос который я считаю должен получить усложнение своих предпосылках анатолий смоловский очень убедительно и последовательно отстаивает идею вполне легитимную частично на мой взгляд о том что современное искусство является процедурой средой или дискурсом демократии и обладает оппозиционным потенциалом по крайней мере в российской ситуации и можно даже как-то грубо очерчивая сказать что следуя этой позиции что современное искусство является неким лево либеральным гетто под гнетом консервативной гегемонии правительственной политики и одурманенного этой политикой большинства вот но я считаю что ситуация сложнее и в том числе тема симпозиума нашего названа как не реакция в современном искусстве и в своем титуле который звучит как фигуры власти шифры регресса отсылает к известному эссе написанному нью-йоркским критиком бенджамином бухова в 80-е годы о том что и в самом внутри современного искусства не так однозначно диспозиция отношений и что во многом социально-экономическая детерминация делает значительно серьезные аспекты новых течений в искусстве реакционными по сути с тем как возникают новые миазмы или движения реакционные разных типов как не реакция так и другого типа откаты назад эта ситуация вставит себя с новой остротой вот тем более что вообще в такой радикально и до возмущающей пагубности анти демократической ситуации которая сложилась в россии не только с политическими правами а из социально-экономическими правами тоже наверное которые подлежат изначально той ситуации которая раскладывается в политической сфере вообще трудно расположить такого рода счастливое демократическое самосознание искусства поскольку она обозначена тем что гринберг называл золотой поповин можно говорить о тем более что нет художественного рынка что есть прямая социально-экономическая зависимость культурного производства особенно в его учрежденческих институциональных каналах от господства правящего класса который и обслуживается реакционным правительством вот тем более что мы помним о концентрации капиталов достигающих степени там пятьдесят шесть или семьдесят четыре процента в руках одного процента и само само существование современного искусства в таком случае будет являться легитимацией обслуживанием этого статус-кво ничего ты не обиделся не бог о чем говорил когда соответственно говорил о кодах власти фигурах власти кодах регрессии он говорил о возвращении фигуративной живописи он говорил о предательстве идеалов авангарда и о том что сама арт-система стала выставлять фигуратив и он приводит это самый целый ряд примеров как подобные явления они свидетельствуют о наступлении реакции в реакции в культуре но в частности он описывает тридцатые годы так что я так по крайней мере мой доклад был посвящен этому поскольку но вот как бы мы сейчас видим чистое предательство идея авангарда ну мне кажется то примерно о чем дима говорил а второе у меня если можно я хотел то самое попросить диму скорее какого-то более жесткой критики того что происходит понимаешь ну мы здесь варимся в своем соку и у нас нету этого самого зеркала которая бы злила колебана это самое можно какую-то более резкую критику поскольку ну действительно этот разговор и реакции в таком ключе он вполне тянет как бы на ее апологию также как когда там это самое главное помнишь когда там маркс писал про восемнадцатая бремьера опять же то что егор приводил он говорил что ну да типа вот гиго писал про луи баронапарта этот самый прудон писал про луи баронапарта но они как писали они его восхваляли как героя в общем-то и в докладе борь и в докладе это самое егора может быть и в моем даже как бы происходит такое восхвалы восхваление вот этих реакционеров оказывается они как бы вы выносятся на первый план этой самой художественной борьбы вот как надо типа дугин с его черепашкой там должен вступить в действие а это самое в чем объективность здесь может быть с точки зрения критики я бы смотрите я же как художник я смотрю на форму до форма академического заседания но она мне вообще по жизни глубоко чужда когда это связано с искусством на винзаводе я привык просто к совершенно другим энергиям без претензий на наукообразие и всего что за этим стоит тем более не правда смоловский уже сто лет говорит забыть часть не девяностые другое время и так далее так далее но я да я чек-то эпохи я привык что там не обязательно сразу драка через пять минут обычно так это так происходило но все яснее четче и тем более вы реальность с которой мы все имеем дело она все наглее все брутальнее там при применяется физическая сила подкуп ну и чё я буду описывать все все это знают этому нельзя противопоставлять академические бдения тотально просто форма должна быть другая и это раз так то что только сказал по поводу отсутствующей публики это очень интересные вещи что нет нет смотрите мы живем в условиях когда но там сколько 80 90 процентов поддерживают то что происходит стране это надо принять как данность именно с этим на с этим надо работать это довольно интересная ситуация потому что понятно что кто работал там восьмидесятые они знали что за ними дышит страна который ненавидит советскую власть и только ждет когда нарухнет в 90 понятно что власти рейтинг был пол процента и тоже было ясно кто кто тебе в спину дышит у тебя подталкивать сейчас качественно другая ситуация вот нету вот этой энергии энергии ненависти которая для художника мне кажется дико дико важно дайте необыкновенный драйв что ты на острие что ты на острие процесса находишься а вот это и есть собственно потенциально потенциальная публика этого нет вот на это и надо реагировать это надо обсуждать а не 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 превращать это в академические студии тем более с точки зрения академических студий тут скажу мягко есть что критиковать нибудь мы углубляясь в детали да я с тобой согласен дим по поводу академической студии в этом смысле нас еще один вопрос спасибо большое за прекрасные доклады но я просто наверное не так складно как предыдущий оратор но хотел задать три вопроса во первых я хотел возразить предыдущему оратору дмитрию который предполагает что россия дико колониальная страна и здесь все поддерживают путина о чем между прочим например такие исследователи как григорий юрин юдин говорят что это не совсем так это отдельная тема для дискуссии поэтому просто мне кажется не вполне корректно заявлять и представлять россию такой дикой который поддерживает византийского царя это первый мой повторюсь который научно разобран я сразу зальными данными 8 между 80 86 если есть какие-то данные ну дай ссылку дима ну во первых есть огромное количество исследований того что исследования социологические того же левадо центра и других они мягко говоря формируют своими вопросами правильные ответы я повторюсь я ссылаясь на исследование григория юдина который очень на юдин да крайне рекомендую знакомиться который подробно эту тему разбирает это касаемо отсутствия зрителя и опасно за ситуацию прошу прощения если говорю несколько сбивчиво дальше у меня два вопроса которые наверное связаны и я не до конца если честно все понял о чем вы говорили как и дима я скорее больше с художественной формы рассматриваю и у меня возник сначала такой вопрос о том что вот константин заметил что по форме вы по сути повторяете ту методологию которую вы описали правильно ли я понимаю что вы представляете нам себя как таких неоконсерваторов которые в общем-то используют троллинг используют меметические какие-то в смысле мемы образы более того я не услышал критики этих явлений и анатолий достаточно удивительно тоже для меня признался что он не имеет какого-то четкого критического отношения если я правильно понял к этим проблемам то есть вы не можете сказать что до конца разобрались то есть вот вопрос читаете ли вы себя собственно неоконсерваторами в российском современном искусстве и и третий момент который я честно говоря тоже не до конца понял неоконсерватизм и наверное в искусстве и в других каких-то социальных сферах он действительно как подметил егор связан с лишением речи большого количества социальных групп и я вижу чисто по форме я не прошу прощения если кого-нибудь обижу что если расовая скажем так балл балл и расовый баланс примерно соблюдается в списке докладчиков если уместно так сказать то гендерный баланс очевидным образом нарушен вы не докладчик светлана и более того то есть и вообще не выступает нет вы прекрасно ввели все но я имею среди докладчиков и возникает вопрос я не пытаюсь критиковать и не пытаюсь тролли до возможно это действительно какая-то последовательная позиция то есть я так понял саше стакова нет чисто по техническим причинам но даже предполагаю если предположить что она бы была она бы не составляла гендерный баланс в списке докладчиков и правильно ли я понимаю что вот это сугубо мускулинная речь она предполагает именно позицию вот этого неоконсерватора большое спасибо у меня мы вместе с егором открою вам секрет у нас план на сменить пол для того чтобы для того чтобы гендерное равенство возникло за этим столом вот но пока на это денег не хватает но в планах у нас это стоит по поводу гендерности вот что касается консерватизма я не знаю я не считаю себя никаким консерватором скажу честно я единственное что могу себе сказать что я нахожусь лично я нахожусь в меланхолическом нокдауне да вот как бы так я так сказать это определил и твое так сказать вот это ну как сказать позитивное такое мнение относительно современной россии что что-то спорил с дмитрием гутовым оно конечно очень может быть кого-то сказать оптимистично настраивает но мне не нужны никакие социологические извини меня исследования для того чтобы понять что 86 процентов путина поддерживают это просто в воздухе висит просто в воздухе висит вот здесь вот ну просто и здесь в том числе да 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 нет не здесь 86 процентов людей но они незримо здесь присутствуют они сюда не пришли вот поэтому они здесь присутствуют нет я так сказать данном случае в этом смысле с дмитрием совершенно согласен с дмитрием совершенно согласен что здесь не надо никаких социологических исследований делать и вот в этой ситуации в этой ситуации я нахожусь в меланхолическом нокдауне ну и вот я собственно признаюсь в этом по крайней мере я честен большое спасибо за то что поднял вопрос гендерного баланса он не ускользает от нас и мы размышляем об этом и как ты правильно сказал техническая причина предотвратила присутствие александра и мы будем своих политиках регуляциях учитывать это впредь я по поводу первого твоего вопроса должен провести еще раз разграничение которое также бы повторила не озвученную мной несогласие с реплика анатолия касательно того что и ханса хаки тоже можно рассматривать как тролли в своем докладе я говорил о том что есть принципиальное разграничение между критикой и троллингом тролль тролли можно рассматривать как некого деппельгангера или двойного дурного двойника критика поскольку критика в своем основании у канта замышлялась как просвещенческая миссия служения прогрессу и впоследствии гегелем была заложена развивающая эту идею ценность служений историческому прогрессу и во всех основоположениях публичных институций художные критики письма прессы и музеев университетов есть как в конституции в качестве одной из ее статей имплицитно или эксплицитно подобного рода идея публичном служении том числе и в искусстве как публичном дискурсе если рассматривать искусство как сформированная эстетическими программами этих двух философов просвещения преимущественно тролль это как раз таки неправильное прочтение или искажение аберрация этих дискурсов когда из них эвакуируются вот эти представления или регулятивные идеи если пользоваться кантовским термин вот и во многом это и происходит столь все проникающие манере во время реакции мне кажется что в том числе против этого нам нужно выступать и что современное искусство не иммунизировано от этих процессов во многом можем видеть даже целое течение в том числе в русском искусстве которые либо иронически либо даже всерьез от них отказываются программно или имплицитно но я хочу тоже вот отрефлексировать для себя что было сказано вот по поводу формы по поводу разных вопросов но сначала я хочу о художественных стратегиях сказать как-то их подытожить в отношении на реакции мне кажется существует три сейчас метода работы с вот этой темой первый метод представляет вот как мне кажется из того что я показывал зак бласс и мне кажется туда же относятся хит и штейры например к этому методу это вы предоставляете зрителю некоторый контекст и аргументацию формах видео эссе очень часто да или формах какой-то ну расширенной аргументации чтобы зритель смог опознать эти контексты и смог сам принять решение это первый момент работа которая показывает некоторый контекст второй способ на мой взгляд представлен forensic architecture да то есть эта ситуация в которой произведение искусства используется как доказательство и реально что-то делает в борьбе за ну если не истину то правду да вот некоторую документальность правды и это стратегия мне кажется должна быть тоже воспринято на вооружение в этом а потому что она идет против самого метода на его реакции типа что все относительно что все иронично и так далее вот и третий мотив третья стратегия она связана с ну некоторым некоторым таким такой попыткой мне кажется это самая слабая стратегия она связана с попыткой как бы эстетизировать и впитать в себя через через апроприацию через на такие ворхоловские методы на самом деле по большей части вот это неореакционное состояние и выдать его как работу как некоторый принцип произведения искусства что было программы и вот берлинской биеннале которые курировали диск коллектив по большей части это апроприация это сверх идентификация с вот этого рода капитализмом конкретным и вот есть три стратегии и мне ближе всего именно стратегия закабласа и хита штель в этом в этой ситуации и в своем докладе я так же хотел применить эту стратегию обсуждения на реакции и что мне кажется мне еще кажется что мы должны уйти от такого представления о том что человек один человек представляет вот один какой-то сборник идей что есть один человек вот он либо реакционер либо он не реакционер мне кажется что не реакция это отражение того как действительность именно реакция это отражение того как действительность изменилась с приходом соцсетей из после цифрового когда цифровое стало центром капиталистической экономики в ну скажем силиконовой долине да и когда соцсети как-то алгоритмизируют жизни как меняется субъект, исходя из этого. То есть я считаю, что неореакционна среда сама. И в ней есть какие-то неореакционные элементы, но есть в ней, как я уже сказал, вот эти три стратегии, которые могут знать об этом, о том, что среда неореакционна. И мне кажется, что то, что ты упомянул по поводу гендерного состава, по поводу формы, то, что было упомянуто, на самом деле это некоторая действительность, которая воссоздается. И о ней можно знать, ее можно критиковать, но если мы посмотрим, то вот это воссоздание происходит по большей части бессознательно. И как раз нужно выявить это и как-то разные аспекты как раз проговорить в этом отношении. То есть выявить то, что может сегодня называться неореакцией. Вот. Ну сейчас, секундочку, можно я? И по поводу формата, теперь вот в отношении формата. Дело в том, что я считаю как раз, что борьба с неореакцией или как-то ну вообще классовая борьба, она проходит по всем фронтам. То есть вот этот образ непосредственного какого-то неотчужденного говорения, что мы там можем там никого не цитируя, просто там как в 90-х было, да, вот это все просто там побежать там на площадь и вот что-то высказать. Мне кажется, да, это нет, это вполне легитимная стратегия. Но также есть еще и академические формы, где тоже есть вот это, ну тоже есть это противоречие классовое. И мне, и по поводу, и здесь тоже нужно бороться, и в такой форме, в общем, нужно бороться. И мне кажется, что это не бессмысленно. Проблема, Вань, мне кажется, в чем? Не в том, что это самое, все поддерживают Путина, а в том, что это самое капитализм, он переигрывает современное искусство. Он пользуется его методами. Фактически это стал этот самый главный художник сейчас. И поэтому он прекрасно манипулирует вот этими массами, там 80% или меньше, там это как бы статистика, это самое, непонятно. Но то, что мы живем в эпоху абсолютно блестящей манипуляции, это как бы абсолютно очевидно. И в общем-то проблема в чем? что искусство, оно в данном случае как бы вот тянется в в хвосте вот этих технологий. Опять же, Маркс где-то говорил, что они не просто недостойны, они не просто не могут бороться с капитализмом, они жить при нем не могут. Понимаете? Во-первых, насчет каких-то исследований я здесь согласен со Смоловским, мы знаем в целом как выглядит ситуация относительно к любым исследованиям. Но, Толик, по поводу меланхолии, это сильное было сильное заявление насчет меланхолического нокаута или нокдауна. Нокдаун это конец. А это? А нокдаун это можно еще... А, нокдаун, да, хорошо. Спасибо за уточнение, да. Нокдаун это конец. Я в курсе, да. Действия досчитали, да. Маланхолический нокдаун. Смотрите, я на самом деле все несколько веселее. Просто надо... Здесь сидит поколение чуть старше, чем надо. Я не говорю про нас, вот про это, про ваше поколение. Самое интересное сейчас это те, кто родился уже только при Путине. Вот это вот. Это реально вот... Когда с ними пересекаешься, надо просто вот найти контакт. То есть люди, которые... Для которых все, что было до Путина, это то же самое, что, можно сказать, до нашей эры. Они к этому... Главное, вот я понял, я уже несколько лет смотрю, как они растут, и там самое интересное у них то, что они понимают, мы к этому не имеем никакого отношения. Нам это дано как данность. Нам это навязано. Мы не просто вот ни сном, ни духом. Нам это навязано, но не то, что прям как оккупация, но уже очень близко к этому. И это... То есть вот по мере того, как они будут взрослеть, а им уже 18, и там скоро будет 20, а там, глядишь, 30. И вот это будет очень сильный источник для изменения всего. Надо просто искать выход. Это я тут недавно читал лекцию, просили, я так... Шел с некоторой опаски. Для школьников от 11 до 15 лет, может, и 16. Вот это была реальная чума. Я редко получал удовольствие такое. Но вот это, как они общались, как они говорили, и вот там не будет не то, что 80, там будет 0% поддержки власти. 0% реально. Вот это просто будет суперновая ситуация, и тогда вопрос с фигурной власти будет по-другому выглядеть. Вот сейчас, когда с властью понятно, власть там поддерживает современное искусство, кабаков, третяковки, в Эрмитаже, везде обсуждается, что все происходит на деньги путинского олигархата, включая это мероприятие, понятно, да, и все, что происходит в гараже, в Эрмитаже и где угодно. Так что вот надо просто почувствовать этот нерв приближающихся изменений, а он очень скоро ворвется в реальность. И все. Вот тогда конференции будут проходить академически, но намного веселее, когда вы почувствуете эту энергию снизу. Ну подожди, по поводу веселости и 90-х годов, я-то сам, естественно, один из ярких представителей 90-х. Вот. Но я хочу заметить, что недавно вот был такой казус, когда некий Золотов вызвал на дуэль этого Навального. Ведь на самом деле это чистые 90-е. Просто это Бреннер, он Бреннер вызывал на дуэль Ельцина. Да? Это была наша практика 90-х годов, все друг друга на дуэль вызывали. Я там Кулика вызывал, там Бреннер Кулика и так далее. И вот это просто, как говорил Пикассо, моя картина дойдет в каждый дом в виде унитаза. Вот перед нами унитаз в виде Золотова, который вызывает Навального на дуэль. Поэтому 90-е годы, они уже просто, что называется, растворились в нашей обыденности. Мы пытаемся найти какие-то новые формы, другое дело, что, может, не получается. Это другой разговор. Но обыденность нас просто пронизана 90-ми годами. На мой взгляд, мне так кажется. А то, что там в Донбассе происходит, что-то не 90-е годы, в чистом виде. Просто уже как бы люди поехали в перформанс делать уже такой, что-то нас настоящее. Спасибо, что пришли. Спасибо за участие, за интересное обсуждение. По-моему, здорово получилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.